отлично друзья добрый всем вечер мы на связи с вами мы сегодня вдвоем у меня сегодня прекрасная соведущая ира волкова ира привет всем привет добрый вечер как настроение прекрасно мы заряжены димой классные идеи обсуждали сейчас будем рассказывать все потихонечку да у меня я хочу вот благодаря этому вебинару наши сегодняшние встречи показать и раскрасить и раскрыть новый мир для флористов куда они могут дальше идти и мы сырой даже немножко так вперед даже забежали пока сидели готовились к вебинару я спрошу ира что дальше после ивент индустрии и рассказала что ты рассказала ну я сказала что конечно с точки зрения творческой самореализации можно уходить какие-то художественные проекты или там фэшн индустрию например но если мы говорим о заработке то больше денег чем в ивент индустрии флорист вряд ли где-то заработает да потому что действительно бесконечно масштабная индустрия разве что не знаю вы например ферму свою плантацию где-нибудь в эквадоре сделаете да вы может быть больше заработаете или аукцион свой цветочный откроете в голландии но вот ивенты по масштабу и по возможностям заработка и роста наверное такой вот потолок да потому что ну развиваться можно дальше куда угодно хоть стать главным флористом оскаровской церемонии в лос-анджелесе собственно вариантов много знаешь я хочу напомнить что сегодняшний наш вебинар называется как флористу успешно реализоваться в ивент индустрии и сегодня днем у меня еще было был такой рабочий звонок с моими партнерами из голландии мы обсуждали наше сотрудничество это к вопросу о том куда дальше идти развиваться да мне же все хочется дальше и дальше посмотреть что вообще стоит за этим всем и они говорят что ты хочешь и так как там рядом в католическая до скоро я мечтаю оформить ватикан на пасху когда его будут смотреть по телевизору один миллиард людей ну кстати как тебе неплохо прекрасно я прям представляю они же все равно они как раз ватикан это цитадель вообще искусство хранители искусства со всего мира огромного периода и флористическое искусство тоже может стать частью этого искусства которое хранится в ватикане конечно соединиться с этим искусством и сделать что-то на стыке современного и вот этой всей истории да мне я чувствую что это есть очень большой потенциал круто я вижу что у тебя уже началась работа мозга мы приветствуем вас снова очень рада вас видеть нам есть что вам сказать мы сырой прям готовились и мы два таких персонажа скажем так из вообще номер мирового уровня то нам есть что сказать о чем с вами поделиться давайте я представлю нас дмитрий туркан флорист мирового уровня ира волкова арт-директор топовых мероприятий и вы наверняка видели ее и знаете ее работы в пинтересте которые завирусились по всему миру и вы если я вам покажу фотографии вы даже удивитесь что это за этим всем стояла ира наша спасибо дима такое представление очень приятно действительно так я много работаю над за крутыми дизайнами уже много лет 12 лет в индустрии декора и флористике начинала мы посмотрим с чего я начинала в конце у нас подготовил интересную программу прямо до конца оставайтесь итак проблема с которой сталкиваются начинающие действующие флористы это убеждение скорее то даже не проблема проблема это которая прямо вот проблема невозможно решить а здесь убеждение что event florist и декоратор это сезонные профессии исключительно это только свадьба ира что ты думаешь по этому вопросу да мы как раз свадьба действительно большая часть ивент индустрии но мы конечно сегодня расскажем какие еще есть варианты потому что свадьба во многих странах в северных странах где не тепло круглый год это явление сезонное а мы-то хотим жить работать творить зарабатывать деньги создавать проекты весь год и соответственно мы не можем опираться только на свадьбы и в этом нам очень сильно помогает ивент индустрия поэтому вариантов много и собственно мы сегодня вам об этом расскажем да мы конечно расскажем про такой большой тренд который нам в этом помогает очень многие тренд в очередь которые не относятся к ивент индустрии выделяют важный тренд который нам очень сильно поможет работать и развиваться поэтому дима расскажет про программу я как расскажу про этот тренд да и так программа сегодняшнего юнара сегодняшней нашей встречи мы постарались закрыть все выбрать самое главное ценное из того как развиваться флористу и выделили четыре шага который должен пройти каждый флорист для того чтобы развиваться в этой индустрии и вы увидите сегодня что ивент индустрии это не только свадьбы это не только дни рождения это гораздо гораздо шире и вот это вот понимание широты горизонтов до убирает внутренние вот эти вот какие-то блоки о том что в энд индустрии она узкая она не узкая и мы сегодня вам про это расскажем как мы расскажем о 6 перспективных направлениях по развитию в энд флористики и целую неделю пока мы готовились к этому вебинару мы вскрыли свои архивы в которых мы принимали участие наши оформления ивенты это вот смотрите уже просто когда вспоминаешь о том что было уже просто улыбка всплывает на глазах на лице потому что но действительно интересно вспомнить то что ты как-то начинал как я начинал как ира начинала да мы всем вам это все покажем сегодня поделимся и это действительно очень интересно и также мы сегодня сделаем разборы несколько наших проектов моих проектов больших таких глобальных интересных ира поделится своими проектами по всему миру до чтобы понимали что ивент индустрия она помимо того что широко в направлении чем заниматься она также широка еще и географически также сегодня будет открытие продаж курса и подарок для всех участников этого вебинара ну что мы поговорим как раз таки про тренд основной который нам очень сильно помогает сразу скажу это не просто вот мы написали на красивом слайде что сейчас в тренде праздновать все это действительно большие исследования за которыми стоят множество людей которые изучают потребительское поведение и не моя основная специальность теперь уже после ивентов это тренд-вотчинг это как раз таки наблюдение за трендами так как я очень преуспела в этом наблюдении за трендами пока работала дизайнером мероприятием мы делали действительно прорывные проекты которые копировала впоследствии вся индустрия мы сегодня покажем вам эти проекты я поняла что у меня получается следить за трендами отслеживать заранее что будет модно в будущем и сначала я на интуитивном формате этим занималась впоследствии я получила дополнительное образование в этой сфере и могу себя назвать в том числе не только арт-директором мероприятия но еще и тренд-вотчером человеком который отслеживает тренды и тренды это не просто про то что кто-то говорит что что-то будет модное это про то как ведут себя люди потребители наши да наши заказчики наши клиенты в ответ на разные события которые происходят в мире мир сейчас трясет и люди потеряли ощущение такой безопасности и возможность планировать наперед и поэтому многие люди закрылись в себе но очень многие люди при этом раскрыли в себе совершенно новое неожиданное желание которое называется не откладывать ничего на потом и это действительно стало очень большим трендом который выделяют консалтинговые и маркетинговые агентства по всему миру что у людей есть огромный запрос на то чтобы бесконечно что-то праздновать потому что потом может быть не получится что-то праздновать да поэтому сейчас гигантский тренд вообще люди за месяц за две недели планируют свадьбы своего только предложение сделано они уже не ждут девять месяцев да они сразу же праздную люди празднуют дни рождения свои не только юбилей когда им 50 лет исполняется до полвека они празднуют двадцать пять тридцать пять сорок до масштабно при этом все равно люди стараются праздновать свои дни рождения дни рождения детей каждый год да может быть не так масштабно но как-то камерно украшая свою жизнь украшая свой дом этот тренд на английском еще очень часто называют йолло по сокращению первых букв you only live once который переводится как ты живешь один раз да и долгое время был такой большой тренд на осознанное потребление а сейчас люди как будто бы наоборот переходят немножечко в такое неосознанное дофаминовое потребление когда ну вот я хочу мне хочется праздновать жизнь мне хочется какие-то свои маленькие успехи праздновать вознаграждать себя похода в ресторан да мне хочется большие события свои праздновать масштабными праздниками этому также способствует медиа активность да то есть там блогеры крупные разные они тоже способствуют тому что люди видят что они празднуют свои праздники да инфлюенсеры они влияют на нас и мы тоже хотим по их примеру праздновать свои праздники именно поэтому тренд на празднование как ни странно да сейчас очень активно развивается и поэтому в сфере в индустрии уже несколько лет мы наблюдаем что пропала сезонность у нас работы да если раньше действительно больше люди в теплое время праздновали то сейчас появляется еще много площадок возможность разных выездных мероприятий тренд на камерные мероприятия это все нам позволяет делать мероприятие без сезона да то есть всегда кто захочет что-то праздновать ну и наверное я бы еще в одном тренде сказала это удивительно для людей которые в этой индустрии варятся они как бы не видят это как тренд но те кто как раз вне индустрии они этот тренд видят отлично это тренд на цветы вы себе не представляете как много сейчас цветов стало в рекламных компаниях в съемках фэшн брендов в индустрии моды в кино да сейчас отдельное направление это кинофлористика когда нужно создавать условно под характер персонажа какие-то интерьерные композиции да какие-то классные интересные сеттинги я вот прошлом году смотрела потрясающий сериал андер из вселенной звездных войн и там просто невероятная флористика была да то есть как бы это действительно видно что люди делают трендовую не просто какие-то цветы потому что они в кадре нужны поставили а это действительно супер продуманная флористика поэтому цветы это такой отдельный большой тренд в маркетинге сейчас чтобы привлекать внимание людям хочется смотреть на что-то приятное и вообще люди живущие в городах они очень сильно скучают по природе именно поэтому так много сейчас оформляется пространство ритейл пространство магазинов до живыми цветами и ресторанов в том числе это сейчас например в москве большинство ресторанов действительно оформлены живыми цветами и это уже такой генический фактор постоянная замена то есть не только дорогие рестораны но даже какие-то небольшие кофейни вот у меня кофейня у дома там каждый день свежие цветочные композиции и это очень здорово и я вижу насколько людям важно чтобы на столе стояли живые цветы даже если они просто каждый день работают давай ты кофейни поэтому действительно сейчас все тренды они как бы флористам очень сильно благоволят еще пять лет назад мы такое не отслеживали мы как бы боролись за внимание да с другими какими-то вариантами радости человеческих а сейчас мы прямо вот в самом крутом моменте ира у меня пошли мурашки у меня инсайд мы только начали мы только начали у меня уже инсайд у меня появилась новая цель какая миссия большая миссия оставить след в мировом искусстве в мировой истории я хочу теперь сделать флористику для какого-то крутого фильма который будут смотреть наши дети и поколение из поколений ну это же это действительно вот это вот действительно крутая крутая история то есть когда у тебя что-то недолговечное как цветы отпечатывается в вечности да в кино я просто очень люблю смотреть фильм о фильме как создавался тот или иной фильм я обожаю сериал игра престолов и дом дракона да на основании этого сериала снят и вот про этот сериал снят такой фильм о том как производился этот сериал в том числе там работали флористы которые оформляли какие-то сцены в этом сериале сцену свадьбы сцену охоты праздника да в честь охоты это просто невероятно но это не что-то далекое это что-то абсолютно близкое этим флористом стать возможно и оставить этот след в истории поэтому мне нравится как дима мыслит в этом плане я тебя поддерживаю я тоже готова в этом участвовать если что я сейчас вот так знаешь со стороны тоже слушатель то что вот ты говоришь и я четко отслеживаю на каких моментах меня вот что-то внутри триггерит и вызывает какую-то эмоцию ты сказала про кино и у меня вот пошла прям вот такая вот волна приятная по телу я понимаю что о надо взять на заметку я хочу это да это действительно классно друзья как у вас поделитесь хочется ли вам в кино сделать что-то для кино я вот например у меня давно это триггерная тема я просто дико хочу работать в киноиндустрии создавать вот там вот эти миры то есть в ивентах я научилась создавать миры в кино еще нет я вот взяла себе курс который называется известные кинохудожники и буду слушать о том как строится карьера известных кинохудожников в киношколе в апреле я прохожу курс такой вот так что дим я уже как бы я запланировала у нас все сошлось и у каждого кинохудожника есть дизайнер на площадке который создает конкретные объекты вот я теперь знаю кто делает флористику в будущих мы с тобой вообще не договаривались об этом никогда не обсуждали спасибо вот так эта тема просто меня говорю что эта тема просто она для меня тоже настолько вдохновляющая и триггерная что я могу об этом говорить часами вот так что да спасибо вебинару что у нас есть возможность поделиться своими мечтами вот здесь вот кто-то написал что раневская говорила сняться в кино это плюнуть в вечность пожалуйста абсолютно ну это действительно так и есть классно и так давайте вернемся к теме я думаю что вдохновился да да потому что путь всегда это путь таким вот мечтам это путь и мы сейчас раскроем вам эти вот четыре шага которые помогут развиться в ивент индустрии как видите ивент индустрии она очень широкая потому что кино это тоже ивент индустрии и так шаг номер один понять в каком направлении вы хотите работать то есть для чего это важно это важно для того чтобы сфокусироваться на этом направлении то бы понять свою задачу оценить правильно свои цели свои возможности свои какие-то ну способности да и шаг за шагом идти решать свои цели то есть как бы говорится кушать слона по кусочкам и это очень важный такой момент именно в начале своего пути не распыляться на какие на на все хочу все и сразу да распыляться могут люди которых уже есть и харизма есть и опыт есть огромнейшее колоссальный колоссальный опыт за спиной и ну все для этого есть вот я например я могу сразу несколькими проектами заниматься потому что одним проектом я не могу заниматься мне это скучно я хочу заниматься многими проектами но максимум три проекта которые вот способны способен потянуть человек дальше это уже какие-то супер люди вот и я пробовал абсолютно разнообразные направления во флористике за свой 30-летний опыт и оформлял свадьбы как на двенадцать человек так и на полторы тысячи человек оформлял я говорил уже камерные мероприятия оформлял витрины магазинов участвовал в не знаю там в общественных мероприятиях то есть огромный огромный опыт новогодние оформления загородные дома какие-то храмовая флористика потому что мне очень нравится допустим ритуальная флористика особенно я ее вкусил здесь в Италии и в свое время привез ее в Азербайджан хотя казалось бы да что в мусульманских странах не принято нести цветы но с моим появлением в Баку и я их так немножечко приучил к тому что нужно все таки цветами провожать людей в этом ничего такого зазорного нет вот поэтому понять в каком направлении ты хочешь работать это очень важно на первом этапе вообще соприкосновения да просто дело в том что не всегда люди вообще знают о возможностях этих направлений вы даже можете сказать что я хочу работать во всех направлениях это сложно но тогда вам действительно нужно будет искать проекты в этих во всех направлениях да потому что сами по себе они случайно не свалятся но они могут свалиться но чтобы это была действительно система да нужно понимать что у каждой отрасли ивентов есть своя специфика и работать с этой спецификой это действительно не так сложно давайте мы сейчас рассмотрим какие как раз таки направления есть в ивент флористике в ивент декоре и прокомментируем какую-то да небольшую специфику ну во первых в первую очередь это частные мероприятия свадьбы то есть частные мероприятия это где заказчик некий частное лицо платит нам деньги из своего кармана да не какая-то компания не кто-то это свадьбы это большое количество других мероприятий сейчас мы посмотрим вот как раз одна из свадеб которую если вводить космическая свадьба в пинтерест то она выходит одна из первых я сама иногда триггерюсь об нее когда я ищу какие-то референсы думаю ой какая красивая композиция потом такая это же мы делали каждый раз забывая об этом что я вроде нашла эту красивую композицию в пинтересте а потом вспоминаю что это наша это свадьба большая это свадьба национальная казахская но при этом она видите в такой стилистике интересная выполнена мы делали огромную застройку на самом деле банкетный зал в отеле и мы его полностью зашивали темной тканью делали гигантскую композицию на потолке да такую делали потрясающую флористику эта флористика вообще особый тренд задала когда оазис мы не скрываем цветами а мы его засыпаем каким-то декоративным материалом да вот мы здесь оазис засыпали таким глиттером спиальным и цветы как будто бы прорастали из некой такой блестящей структуры можно в пинтересте этот проект более активно посмотреть это вот один из тех одна из тех свадеб которую мы создавали вместе с Ксенией Дашиной это еще один спикер на нашем курсе Event Profi и она как раз вот эти вот все мелочи и подробности продумывала и как бы будет рассказывать о том как это все продумывается как это все считается свадьбы мы делаем я хочу добавить по поводу этой предыдущей свадьбы да что я еще с вами не был знаком ни с тобой ни с Ксюшей я через инстаграм прям следил за этой свадьбой как вы там ее делали я прям вот подглядывал мне было так дико интересно теперь пожалуйста так неожиданно что я что мы вместе делаем вот этот вот проект Event Profi да то есть дело вот опять же я говорю вот все что я создаю все свои продукты образовательные я это делаю как для себя то есть мне самому дико интересно то что как это делается как это считается да да это действительно мне очень приятно на самом деле я обожаю когда кто-то из нашей команды там выкладывал какие-нибудь stories типа на следующий день эти скринные stories уже где-то в Пинтересте да то есть мы еще даже фотографии от фотографов не получили да а их уже там разнесли это действительно такой знаковый проект но вот может быть такая свадьба и она не сезонная эта свадьба в ноябре происходила да то есть ну люди празднуют 200 человек в зале гостей и никакой сезон нам не помеха понятно что и сезонные свадьбы да активно делаются это тоже одна из моих любимых свадеб несмотря на то что ей 7 лет уже я просто ее обожаю это такая по мотивам русских сказок потрясающая свадьба где мы во флористике использовали тоже одни из первых разные интересные материалы типа грибов там каких-то шишек ягод и прочего такого вот что лесное да это действительно тоже потрясающая свадьба и кстати на курсе ивент профи я так как я ее очень люблю несмотря на большое количество других проектов которые мы делали я дизайн проект именно этой свадьбы разбираю мы ее создавали за две недели всего лишь то есть у нас от момента обращения невесты до вот этого шатра в котором использовано два километра ткани прошло всего две недели и причем три три дня из этих двух недель ушло просто на монтаж один день ушел на ураган и ликвидацию его последствий это был проект выглядит супер безмятежно но на самом деле там такая потрясающая сложная подноготная что он особенно сильно остался в моем сердце поэтому как пример свадьб я его тоже показываю свадьбы могут быть разные масштабные и камерные вот как раз Димина камерная свадьба да которая создает тоже какой-то особый уют и здесь как раз таки в камерных свадьбах особенно важна флористика потому что когда есть какой-то красивый зал да понятно что здесь мы создаем с нуля по факту площадку у нас белый шатер и нам нужно все сделать за архитекторов да скажем так то здесь уже у нас есть какое-то красивое место но это место не праздничное без цветов и поэтому даже если люди не хотят масштабную застройку они все равно хотят флористику и эту флористику никто иной как ивент флорист должен предложить это кстати вот та тоже легендарная да азербайджанская свадьба да это мой последний проект в Баку был наверное самый крупный потому что я вот как флорист и ко мне обратились придумать вообще весь концепт этой свадьбы этого мероприятия и он был огромный там у нас на застройку было две недели мы использовали более ну вот пришло сорок тысяч рост я вам так на минуточку чтобы объем поняли сорок тысяч рост пришло и что вы понимали сорок тысяч рост когда вы их зачищаете ставите на воду это целая фура рефрижератор целая дорожка вот это сорок тысяч рост так немножечко для понимания мы использовали более по моему полторы тысячи квадратных метров живого газона с которого мы строили горы засаживали его белыми цветущими гортензиями и азалиями и в общем такой глобальный грандиозный был проект и нужно было трансформировать этот зал советской постройки с низкими потолками в роскошное пространство где была одна из самых громких свадеб на то время я раньше всегда думала как это создается это же что-то нереальное да а потом когда ты декомпозируешь это на конкретные этапы и шаги да считаешь конкретное количество людей конкретное количество газона берешь калькулятор тыкаешь по клавишам да все становится на самом деле не сложнее чем небольшой проект да то есть по факту это действительно просто классная система по которой уже профи работают и если мы сейчас точнее если мы новички смотрим на эту гору невероятную из газона как на что-то удивительное да то для Димы это такое повседневное решение да скажем так которое да помимо частых мероприятий точнее помимо свадеб в частных мероприятиях очень активно мужчины празднуют свои дни рождения и юбилеи особенно естественно состоятельные мужчины и с ними история интересная у нас очень много мужских юбилеев потому что для них это такой бизнес проект это возможность встретиться с партнерами по бизнесу показать им что у них все хорошо в жизни что их бизнес развивается что они надежные партнеры и могут себе позволить праздновать такие мероприятия именно поэтому их у нас очень часто заказывают а так как мужчинам празднование таких мероприятий часто помогают их жены да в организации этих праздников мы здесь без флористики не обходимся и у нас всегда у нас иногда на мужских юбилеях флористики больше чем на женских да вот например это мужское мероприятие оно такое статусное да здесь взрослый мужчина празднует день рождения а вот женское мероприятие женский день рождения молодая девушка она фанат мультфильма наруто и аниме и здесь не так много флористики да но здесь как бы другой стиль это на самом деле такой банкетный зал с вензелями которые мы превратили в сделали стилистику такой кафешки японской где подают суп рамен бульончик да и каждый гость он должен себя почувствовать немножечко в какой-то кафешке в токио да или в киото вот соответственно такого формата мероприятий тоже много но здесь там нет гор цветов но при этом здесь всегда присутствует флористика потому что люди всегда спрашивают даже если я последнее время периодически предлагаю концепты без цветов или такие типа ребят не 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 подождите цветы должны быть без цветов никак ну ладно ладно извините ставим цветы да то есть это тоже активная история помимо частных мероприятий мы делаем большое количество частно публичных мероприятий где требуется флористикам во первых это всевозможные вечеринки просто есть закрытые закрыты открытые по особым приглашениям то количество праздников которое происходит в мире сейчас всякие закрытые гала ужины да то есть люди просто приходят отдохнуть или пощекодать себе нервы это был красивый проект там была очень интересная флористика мы в композиции с орхидеями добавляли таких змей пластиковых золотых покупали в магазине детских игрушек резиновых змей красили их в золото и добавляли их в композиции проект был тематика у него была боги олимпа и там вот все такое на грани было между раем адом древней греции какой-то темной и светлой стороной да каким-то языческим пантеоном и у нас там были очень интересные детали именно в флористике заказчик хотел всего такого очень необычного да поэтому у нас там был и крашеный виноград какой-то и какие-то колосья не каждому богу отдельному были посвящены отдельные инсталляции флористические это действительно такое творчество которого ты нигде не найдешь это вот просто по вдохновению начинаешь думать ага бог Дионис он бог плодородия мы туда добавим колосья мы туда добавим виноград в флористику мы добавим еще что-то да то есть вот ты уже начинаешь такой полет фантазии это действительно безумно интересно иногда даже интереснее гораздо чем свадьбы делать такие мероприятия или вот у нас был закрытый ужин к нам приезжали гости из арабских эмиратов одна из самых известных мировых дизайнерских студий дизайна мероприятий дизайн лаб экспириенс называется и мы делали для них ужин мы думали ну вот чем удивить ребят которые делают свадьбы для принцев саудовской аравии так как мероприятие было двадцать девятого февраля проходила то есть такой стык зимы и весны и мы сделали мероприятие в ресторане русский такие у нас столы были в виде спилов деревьев и мы сделали такое ощущение будто бы природа пробуждается как бы на ветках еще снег да наверху у нас там такие композиции заснеженные высокие а внизу уже прорываются первые там подснежники мускарики да какие-то ландыши сквозь мох да и вот мы вот это вот ощущение воссоздали на столах они были просто в невероятном восторге и они сказали что действительно настолько тонко мы в арабских странах эти ужины не делаем правда было такое тоже знаковое для нас мероприятие ты так это рассказываешь вкусно я вижу что прям кайфуешь да того что вы прям вот ну внедряешь в жизнь свои вот эти вот фантазии наверняка там сказочные какие-то детские которые вызывают в тебе чувства и в этот момент вот это вот кайф это кайф который ты не купишь ни за какие деньги реализовать свою идею которая в самом тебе вызывает вот эти вот какие-то чувства которые начинают тебе не знаю там мурашками начинаешь покрываться абсолютно верно это действительно так то есть и когда создаешь новое да а многие не понимают как создавать новое да ведь как я объясню клиенту как это будет выглядеть нет такой картинки в пинтересте сейчас на самом деле особенно с нейросетями возможности объяснить клиенту стало гораздо больше да но у нас действительно есть своя система по которой мы и объясняем клиенту как нам его вдохновить да как ему показать и рассказать что будет если таких картинок еще никто не создавал потому что мы творцы мы хотим создавать новое и мы действительно разработали целую систему как вот этот дизайн донести пронести клиенту и рассказать и впоследствии его реализовать потому что кайф от создания нового он ни с чем не сравним он не сравним с кайфом когда вы просто собрали композицию по референсу из пинтереста да кайф когда вы сами придумали этот состав эту стилистику проработали там то в чем будет эта композиция проработали там форму арки сами придумали какая будет фактура у этой арки вот кайф от этого просто непередаваемо но я знаю что флористы сталкиваются со сложностью что они не знают как-то донести и собственно вот как раз на ивент профи мы и учим доносить эту информацию до клиента чтобы он поверил вам что будет круто а не просто сказал так нет же таких картинок вот вы мне конкретную картинку покажите тогда я вам поверю да это действительно особый такой шип но вот здесь вот как раз видно что помимо разных мероприятий вот этих частных публичных да мы еще и творцы в плане того что мы можем создавать арт проекты это тоже некая такая часть индустрии ивентов индустрии арт и развлечений да как раз расскажи про этот твой коллаб с художницей Элен Шейдлин просто потрясающий вообще я его увидела когда мне очень нравится всегда работать с художниками с творческими людьми потому что в симбиозе получаются супер какие-то не знаю коллаборации идеи возникают что мама не горюй вот например вот эта вот съемка которую мы делали для журнала собака в Санкт-Петербурге и вот эта вот картинка кстати получилась совершенно случайно потому что это скатерть которую мы делали вот из этих всех цветочков она просто ее надела на голову и такие посмеялись но раз сфоткали и эта картинка пошла на обложку журнала и у нее и была идея такая он говорит я хочу чтобы ты создал такое что я такая пришла на свидание жду 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 и уже столько жду что уже и свечи сгорели и цветы почернели и все на свете и на это у нас было три часа всего на эту съемку то есть нужно было сделать от света вот роскошно все чтобы превратилось вот в это то что вы видите сейчас на своих экранах да такие вот коричневые красивые подтеки и это поступают такие задания мозг просто работает грандиозно и когда ты видишь результат своей работы ты такой мне уже ничего не страшно я могу с любым проектом справиться да то есть рисовать коммерческие проекты да и с такими вот артовыми это очень-очень полезно для развития вашего мышления ну и это отдельное направление в флористике да это флорист и сет дизайнеры называется то есть те кто делает съемочное пространство да или какую-то отдельную локацию оформляет таких флористов сейчас тоже очень много они на вес точнее не много а они активно работают но они на вес золота да вот многие знают флориста Полину Чинцову она тоже как сет дизайнер да работает то есть это человек который под съемку создает некий флористический арт объект да под конкретное какое-то мероприятие уже как некие художественное высказывание не просто оформление стола а действительно как такой вот большой интересный который интересно разглядывать арт объект и вот эти вот флористы сет дизайнер это тоже крутое направление в котором можно ну просто невероятно классно реализоваться ивент флористу не делая при этом то что стандартно мы привыкли делать букеты да да ну вот здесь как раз именно масштабы арт проекта да проект арт проекты они же могут быть и какие-то небольшие и какие-то более крупные да здесь конечно масштаб ого-го я могу сказать что вот этот проект который я сделал лабиринт и сейчас когда я здесь знакомлюсь с итальянской публикой с итальянскими эвент агентствами с пэшн я показываю этот проект они говорят дима это готовый готовая площадка для показа мод понимаете как это вот может выруливать то есть это я создавал как проект как арт проект люди это видят заказчики и понимают что они такое хотят да потому что любой человек сейчас на самом деле людей сложно привести на маркетинговое мероприятие ну то есть когда условно бренд что-то продает да люди такие а я знаю сейчас нам будут продавать не пойдем да но при этом если все знают что условно на показе прага всегда красивый сет дизайн да и люди идут туда потому что они хотят оказаться вот в этой магической атмосфере созданной художниками если бы просто по подиуму ходили модели в одеждах людям было бы не так интересно как посмотреть все пространство целиком как художники обыграли этот показ именно поэтому так много денег тратится на то чтобы организовывать и декорировать всякие крупные показы и это как раз такое следующее направление да большое бизнес события да то есть это события для корпораций для компаний для небольших бизнесов это могут быть маркетинговые события то есть это когда бренд себя продвигает на рынке и приглашает там своих потенциальных клиентов партнеров да он делает такие события для них с какой-то интересной программой вот например гала ужин компания омега в пекине часовой бренд да люксовый дорогой и посмотрите сколько здесь флористики да то есть там целая я вот специально эту картинку слева добавила потому что там целая гигантская лестница усеяна красными цветами а вот как выглядит стол рядом с ней да то есть он совсем небольшой selling это корпоративные мероприятия это когда компания устраивает мероприятия для своих сотрудников это одно из моих любимых мероприятий айти компания крок устраивало просто невероятный фестиваль для своих сотрудников у них сотрудников много он был в таком тропическом стиле и мы цветами оформляли сцену оформляли там футозоны естественно все фуршетные линии очень большая застройка именно цветами была, хотя, казалось бы, где айтишники и где цветы, но нет, они на самом деле очень, для них это жизненно важно, они целыми днями сидят за компьютерами. Там люди были настолько счастливы, вообще они фотографировались, они все это трогали. И это мероприятие в тот год, когда мы его делали, в 2019, по-моему, году, выиграла премию «События года», это всероссийская премия, как лучший дизайн мероприятия, потому что это было настолько неожиданно для айти-компаний сделать корпоратив для своих сотрудников, весь усеянный флористикой. Действительно, таких событий довольно много, и корпоративных мероприятий мы тоже оформляем много. То есть есть компании, которые заботятся о своих сотрудниках, и они развивают свой бренд работодателя, показывая другим людям, типа, приходите к нам в компанию, у нас работать хорошо. И для них корпоративные мероприятия являются такой визитной карточкой, поэтому заказов на корпоративные мероприятия у флористов тоже довольно много. Также это могут быть всевозможные презентации. Дима, расскажи, что это вот была за презентация. Да, это была презентация, кстати, сейчас очень актуальная. В общем, в Баку приезжал дизайнер одежды, которая сейчас обшивает Кейт Миддлтон. Миддлтон, да? Да, да. И вот эта вот катерть – это ткань, из которой, собственно, и шьют такой вот хлопок, там такой прям жесткий, из которого шьют эти платья. И задача была сделать прямо такое вот легкое в этническом стиле, и такой смешать и азербайджанский стиль, и английскую вот эту выдержанность. И вот я использовал там черешню, пионы, и получился очень такой прям запоминающийся, аутентичный ужин, о котором еще много-много говорили. Хотя здесь ничего такого сверхъестественного нет в плане крутой флористики, сложно навороченной вазочкой, цветочек, черешня. Да, все это вперемешку на большой такой вот массе выглядит всегда потрясающе. Да, это действительно так, что сейчас бренды не только вот такие гигантские, да, презентации устраивают, но и очень много камерных ужинов. И опять же, кто нам здесь нужен? Флористы и флористы-сет-дизайнеры, и вент-флористы, да, потому что не все хотят просто в магазине, в розничном, да, покупать цветы в последний момент, да, или заказывать композиции. Все-таки люди хотят заранее удостовериться и согласовать со своими там представителями бренда, как будет выглядеть их ужин. Им это важно. И поэтому они там просто обычные салоны, они такой сервис редко когда могут предоставить, да, то есть создать полноценный проект и оказать соответствующий сервис. И в этом плане и вент-флористы, конечно, обладают всеми этими навыками, чтобы оказывать такие услуги уже для бизнеса. Конечно, это и сезонное оформление коммерческих пространств. Я вот очень люблю декоратора-флориста Марию Герман в Москве. Она оформляет здесь невероятно крутые рестораны и всякие разные витрины, фасады. И это очень здорово, и она просто богиня фасадов на Патриарших прудах в Москве. Очень много крутых ресторанов, и вот она там, конечно, королева. Ну, понятно, что это и торговые центры, и все-все-все, но сейчас витринистика и вот эта вот фасадная флористика очень активно возвращается, потому что она стала важным таким элементом продвижения, потому что многим людям важно прийти в этот ресторан, где так красиво оформлен фасад, и сфотографироваться там, и выложить свои соцсети, что я был в этом ресторане, и вот еще на каком я фоне стою. И если был какое-то время спад, люди не тратили много денег на флористику фасадов и больше вкладывались в соцсети, то сейчас наоборот бизнесы тратят много денег на флористику фасадов, чтобы привлекать клиентов туда, чтобы они как раз-таки фотографировались, выкладывали в соцсети и продвигали этот бренд уже через соцсети сами. Идеальная комбинация. И плюс еще сейчас, так как очень много контента, и всем нужен контент, то люди специально приходят, чтобы сфотографироваться на фоне красивой фатозоны и выложить это. То есть люди, чем красивее и краше вы сделаете, люди сами вас будут продвигать, без того, чтобы вы их просили, потому что им нужен тупо контент, нужна красивая картинка. И вот если говорить про Марию Герман-декоратора, она как раз рассказывала, как она начала делать эти проекты. То есть казалось бы, где я и где вот эти дорогие мишленовские рестораны. Она просто пришла, она была ивент, только занималась свадьбами сначала, а впоследствии она просто пришла, сделала несколько эскизов для ресторанов, нашла контакты владельцев этих ресторанов и пришла к ним, просто дозвонилась, сказала, ребят, у меня есть для вас классные идеи. Она прям сама рассказывала, что она без каких-то знакомств предварительно, приходила, показывала, люди такие, вау, откуда ты взялась? Нам ты и нужна, мы тебя искали. Потому что очень часто они не знают даже, к кому обратиться. Поэтому иногда нужно самим инициировать выбор клиента. То есть мы сами идем и выбираем себе клиента. Мне нравится этот ресторан, пойду-ка я его оформлю. Но в таком духе работают многие декораторы и, поверьте, достигают успеха. Вот как раз, да, тоже примеры ее. Это как раз Турканбюро, да, оформляет как раз-таки коммерческие пространства, отели, рестораны. Да, это открытие ресторана французского было и захотели много цветов, красивых цветов. И посмотрите, какое разнообразие, шик. И это открытие помнят до сих пор. На самом деле, вот цветы они всегда напоминаются. Что бы ни говорили вы. Да, или вот такого формата. Есть просто потрясающая студия в Берлине, называется Mary Lennox. Они одни из законодателей трендов в флористике. И они делают действительно просто невероятные коммерческие инсталляции. Люди идут в магазины сейчас специально, чтобы посмотреть их инсталляции, да, как художников флористических. Они еще очень много рисуют флористику в 3D, да, и потом они могут это показывать еще и как 3D-арт-проекты в цифровом пространстве. То есть они стали такими цифровыми и художниками. И художниками в реальном мире параллельно, да, то есть вот они две такие ниши. Они просто потрясающие ребята. Еще раз повторю, студия из Берлина, Mary Lennox. Выставки, да, но это не культурные мероприятия, тут скорее я не пропустила. Это тоже бизнес-мероприятия. Это выставки, как это называется, достижений народного хозяйства. Гигантское количество постоянно проходит выставок. Косметические выставки, выставки аграрные, выставки, я не знаю, ну миллион разных достижений там интерьерных каких-то, да, историй. Выставки цветочные, то есть, например, Крокус Экспо, да, это один из крупных выставочных центров. Там все время идут какие-то выставки. Выставки котов, выставки яхт, выставки для тех, кто покупает часы, да. И вот эти вот стенды выставочные, это целая тоже гигантская индустрия внутри ивентов. Эти выставочные стенды кто-то строит и кто-то оформляет. А иногда оформляет даже вот в таком масштабе. Вот здесь вот видно, один из наших последних проектов, это выставочный стенд компании Уралхим Уралкали в рамках Санкт-Петербургского экономического форума. И если мы говорили про 40 тысяч цветов, да, стеблей, то для этого стенда мы использовали, чтобы выкладывать вот эти вот картины из живых роз и разных других цветов, гвоздики у нас там, что-то еще. Мы здесь использовали 120 тысяч стеблей. Это просто невероятный масштаб работы. 70 флористов одновременно работают на стенде. Да, мы также вот это дерево гигантское по центру строили. И это действительно большие проекты. Это огромный масштаб. Один такой проект может вам вообще весь год закрыть, можно сказать, по работе. Да, поэтому таких проектов тоже много. Это как бы пример грандиозного масштабного проекта, но стендов оформляется ежедневно просто гигантское количество. Особенно активно они оформляются осенью и весной. Это такой пик деловой активности. Да, летом чаще всего люди там в отпусках, в свадьбах, в каких-то пикниках, в каких-то фестивалях. А осенью и весной постоянно проходят выставки и стенды разные создаются. И флористики там безумное количество. И в этой части ивент-индустрии очень мало кто на самом деле из флористов активно работает. Поэтому это еще одна большая ниша, о которой стоит задуматься. Также это, конечно, культурные мероприятия. Здесь мы делали в Театре Маяковского потрясающий перформанс для финского, шведско-финского перформера, современного художника Рагнера Кьяртенсена. И он заказал у нас композиции в стиле советский китч. Они такие должны были быть. Немножко бюрократические такие. Чтобы они такие вот были как на партсобрании. Да, то есть у него это был такой прикольный, интересный перформанс. Поэтому мы действительно здесь оформляли это мероприятие с большим удовольствием. Потом присутствовали в том числе на этом мероприятии. Вот здесь вот тоже, да, какое-то большое событие, выставка какая-то, которую Дима... Да, это проходила выставка в Бельгии. Мне необходимо было сделать подвесную инсталляцию, легкую, порхающую, креативную, потому что она собиралась на весь свет в флористической индустрии мировой. Нужно было удивить. Вот. И мы создали вот эту вот всю историю. И, конечно же, всплывают всякие такие запросы на таких мероприятиях. Чтобы стояла без воды, под 40-градусной жарой, 10 часов. Чтобы подвесная инсталляция висела там 4 дня без питания. И все мы справляемся с этими задачами блестяще. Стоит немножко поработать мозгами и обязательно что-нибудь придумаешь. Вот, например, как я уже говорил, что когда я оформлял рояль для Леди Гага на официальных открытиях европейских игр в Баку, то задача была подготовить этот рояль за 8 часов до выступления под открытым небом. Видите, какое солнце, какие тени. И жара, ну, 40 градусов была. Я когда оформлял этот рояль, вместо того, чтобы сидеть в вип-зоне и смотреть своими глазами выступление Леди Гага за роялем, который я оформлял, я лежал дома с солнечным ударом и смотрел это по телевизору. По телевизору это было не менее грандиозно. Вы, кстати, можете, кто еще не знает, посмотреть в YouTube, ведете Леди Гага Баку и увидите ее выступление. То есть я хочу сказать, что маленькими шагами можно дойти до оформления рояля Леди Гага и до Ватикана, и до Оскара. На самом деле, вот, кажется, да, вот буквально прошла сейчас Оскар, да, в учении статуэток Оскара, и там работали флористы. Я такой смотрю фотографии, это мои коллеги, я их прямо вот знаю, мы общаемся. И чтобы попасть к ним в команду, ну, два-три рукопожатия, и вы в команде людей, тех, кто оформляет Оскар. Понимаете? То есть, если возвращаясь назад к шагу номер один, то есть поставить тебе четкую цель, чего ты хочешь. Хочешь оформлять Оскар, ты будешь оформлять Оскар. Хочешь работать с Леди Гага, будешь работать с Леди Гага. Главное поставить правильно свою цель. Абсолютно так. И вы видите, что действительно вариантов-то много. Это не только свадьбы. Просто кто-то из флористов не любит работать со свадьбами, и это тоже нормально. Свадьба – это всегда специфический клиент, да, довольно-таки. Это невеста, у него может меняться настроение, она вообще может быть беременная, и от этого совсем у него будут плясать фантазии и гормоны, да. Кто-то любит работать больше с бизнесом. И как раз-таки ивент-индустрия и свадьбы в ивент-индустрии, и бизнес-мероприятия, и частные мероприятия дают флористам довольно высокую и большую амплитуду действий, да, и как раз-таки загруженность. Как вы видите, по количеству разных форматов, в которых мы работаем и работали, работы для нас много в этом мире. Другое дело, как, конечно, применять свои навыки и как искать этих клиентов, но факт в том, что без работы хороший ивент-флорист не останется точно. Вот те флористы, которые даже на наших проектах работают как приглашенные флористы, да, мы приглашаем их на крупные монтажи, но они с руками и ногами. Иногда очень сложно флористов найти, потому что они на расхват. Это действительно так. И ценник такой, знаете, лучшие флористы, например, получают 20-30 тысяч за выход. Это 200-300 евро просто за 8 часов работы. И ты такое думаешь иногда. А не стать ли мне просто флористом и приходить на мероприятия, да, и не сидеть за презентациями круглые сутки. Поэтому, да, для хорошего уровня флористов это еще и высокооплачиваемая работа, да. То есть по факту у тебя 10-20 оформлений в месяц, и ты как бы молодец, летишь в Таиланд отдыхать. Вот так. Окей, смотри, тут вот нам поступило в редакцию Турканску такое вот сообщение, что хотят за 50 тысяч большое оформление, в маленьких городах сложно развиваться, вообще все пропало, все плохо. Да, вот как ты можешь прокомментировать вот это вот заявление? Вообще, на самом деле, это интересная история про то, что многие работают из состояния негатива, да. Часто пишут, да невесты, они все нервные, да эти, они все тупые, а эти, они все безвкусные, а в городах маленьких никто платить не хочет, да. Из такого состояния, конечно, работать тяжеловато, честно вам скажу. Я, мы стараемся по максимуму и на курсе, и на вебинарах, и везде развеивать эти мифы, да, потому что действительно в хорошем и правильном вайбе находиться несложно, и такие же клиенты к вам будут притягиваться, да, потому что действительно, когда ты нервный, и вечно какой-то злой, к тебе хороший клиент не придет, а когда ты такой, ну, наконец-то, моя любимая невеста, я тебя весь год ждала, именно тебя, вот когда... Ты моя милая, я все решу, ты не думай о цветах, я возьму это на себя, занимайся платьем, прической. У нас вот буквально недавно был случай с невестой, папа жениха выбрал площадку и оплатил, которая ей не нравится, и она пришла вся в стрессе, и она очень себя так нервно вела, и, конечно, мы с одной стороны могли обозлиться на нее, что она такая нервная, но с другой стороны, вот если понять, это ее праздник, а папа жениха заказал не ту площадку, которую она хочет, но мы ее так расслабили и сказали, что всю эту площадку мы вообще задекорируем так, что никто ее даже не узнает, мы создадим вам свой особенный мир, вы не представляете, с каким отзывом она потом написала организаторам, господи, спасибо вам за этих флористов, декораторов, я как на сеансе психотерапии побывала, у меня все боли вообще прошли, и на следующую встречу она нам утвердила всю смету и весь дизайн, который мы ей придумали, просто вот так вот, поэтому, конечно, здесь важен настрой. Что касается маленьких городов, я хочу сказать о том, что, во-первых, что считается маленьким городом, да, я считаю, когда 5 тысяч населения, то это действительно не очень хорошая ситуация для ивент-флористов, да, когда 10 тысяч населения не очень хорошая, но вот если из разряда у вас есть 80-100 тысяч человек в городе, и есть следующие признаки, люди из вашего города ездят по путевкам куда-нибудь отдыхать, ну, в Таиланд, в Турцию, не знаю, периодически, да, есть такая система, у людей из вашего города есть, например, иномарки во владении, Toyota, а может быть, даже Mercedes, если вот такие признаки есть, и если люди там Инстаграм, например, ведут, смотрят, да, если это не совсем там деревня глухая, то если такие признаки есть, значит, в вашем городе есть покупательная способность у людей, и они в перспективе могут заказывать у вас оформление, другое дело, что, возможно, им не предлагаются эти варианты, да, и они не видят, например, ценности в этом, они не видят, какие эмоции дарят эти оформления, потому что большинство флористов делает какой-то трэш, они говорят, ну, клиенты просят трэш, мы и делаем трэш, да, наша ведь задача клиента образовывать и показывать ему варианты, и рассказывать о том, к чему ведут эти варианты, да, что это не просто там какие-то цветы на свадьбу, а что условно это действительно эмоции на всю жизнь, это потрясающие фотографии, это впечатления гостей, это то, что в городе все будут говорить о вашем мероприятии, как о самом невероятном, да, у каждого клиента какие-то свои триггеры, да, на которые он действительно может пойматься, да, и поэтому здесь вопрос в том, как вы подаете, потому что в каждом городе есть владельцы маленьких бизнесов, магазинов, бензоколонок, заводиков, строители, те, кто строит дороги, да, они все есть, и у них у всех есть деньги, другой вопрос, что они пока что из-за вашего позиционирования, из-за вашего бренда, из-за того, как вы себя несете, они не видят смысла вам отдавать какие-то деньги, плюс, например, может быть, они хотели бы оформление какое-то красивое, как у какого-нибудь блогера из Инстаграма, но они же видят, что у них в городе таких нет, а нести свои деньги драгоценные непонятно кому бессмысленно, лучше купить новую иномарку, да, потому что, ну вот, иномарка-то она не подведет, хорошая Тойота прослужит много лет, и у нас даже, знаете, такое есть поверье иногда в городах, когда ты смотришь, понимаешь, что жених приехал на Мерседесе, ты думаешь, ну, примерно половину стоимости Мерседеса он за декор отдать готов, вот, то есть это вот так происходит, поэтому на самом деле, как бы это цинично не звучало, здесь вопрос не только спроса, но и предложения, да, когда на рынке нет предложения, и когда действительно нет вариантов купить что-то красивое, людям проще поехать в другой город, справлять свадьбу, или не справлять свадьбу, уехать в путешествие, да, например, плюс в каждом маленьком городе есть какие-то другие города рядом, да, и у меня много учеников-декораторов, кто, например, работает в не суперкрупном городе, ну, в таком хорошем, типа, 500 тысяч населения, да, например, 400-500, и при этом они очень эффективно работают по всему региону и по соседним городам, и как бы их совокупная аудитория, да, это уже не 500 тысяч, а, например, миллион, полтора миллиона людей, проживающих в этом регионе, да, или часто в соседних регионах, очень много декораторов из, там, не знаю, Воронежа, из Иванова, есть, я вот недавно увидела очень классную студию декора в Иваново, просто, а они такие крутые проекты делают, я такая, блин, это Жак Мю, или что это, я не понимаю, почему, почему Иваново написано, почему Суздаль, оказывается, реально, вот недавно выросла крутая студия декора, они тут недавно в какой-то премии победили, и их уже приглашают в Москву, как приглашенных декораторов, флористов, и они делают очень красивые проекты, очень многие декораторы просто работают, приезжают, как бы фрилансом сюда, в Москву, есть потрясающий декоратор, флорист из Челябинска, Павлина Дизайн, она тоже очень часто ее приглашают в Москву, хотя в Москве, казалось бы, переизбыток декораторов, но приглашают именно ее почему-то, потому что у нее действительно уникальные свое видение и флористики, и стиль мероприятий, поэтому здесь, конечно, вопрос в том, как мы предлагаем, что за город, если вам очень сильно хочется оформлять мероприятие, но у вас город, в котором 10 тысяч населения, то тогда, правда, вопрос, может быть, стоит переехать в город покрупнее, но если в вашем городе есть все те признаки, которые я перечислила, значит, в вашем городе точно есть потенциал для оформления мероприятий, магазинов, ресторанчиков, каких-то, флешечек и прочего, поэтому я, наверное, долго, но отвечу вот так. Давай, Ира, давай немножечко ускоряться, потому что у нас многое есть к чему рассказать на самом курсе, на Eventy Profi, здесь уже пишут в чате, как рисовать, где рисовать, мы об этом всем рассказываем на курсе, то есть что нужно для того, чтобы показать клиенту картинку, что нужно для того, чтобы креативно придумать, креативно придумать идею и ее презентовать. То есть все это, все эти мы навыки, систему мы даем на Eventy Profi, на курсе для начинающих и не только начинающих флористов-декораторов. Ира уже частично рассказала, что от того, сколько вы будете, как вы будете работать, сколько вы будете зарабатывать, зависит от ваших знаний, от того, насколько прокачано ваше ремесло и насколько у вас развиты коммуникативные навыки, то есть как вы умеете общаться и презентовать. И, соответственно, я хотел бы сейчас вам рассказать про основную программу и курс на Eventy Profi. Сейчас с вами поделюсь первыми четырьмя модулями, которые мы будем рассматривать на этом курсе. И эти первые четыре модуля, их будут вести Ира Полкова, которая сейчас со мной на этом вебинаре, и Ксюша Дашина. Ксюша Дашина – это непосредственно такой технический человек. И если вы помните вот эту вот стену для Уралкалия, где выкладывается все из роз, из гвоздик, из хризантем, эти 140 или 120 тысяч стеблей, это все просчитывала и высчитывала Ксюша Дашина, которая также является спикером курса Eventy Profi. И хочу вам сказать, что вообще программа курса Eventy Profi построена следующим образом. Она разделена на 8 модулей. Первые четыре модуля – это теоретическая часть, которая плавно-плавно подводит нас к практической части. То есть на этом этапе, вот на этапе четырех вот этих вот модулей, мы будем разрабатывать проект, который я затем, как флорист, реализую уже в рамках курса Eventy Profi вы увидите весь процесс от начала идеи. Немножко забегая вперед, я захотел взять идею нео-ренессанса, то есть возрождение итальянской культуры, и это стало таким вот опорной точкой для того, чтобы создать весь уже основной проект. Итак, первые четыре модуля, они будут включать этапы работы над флористическим проектом, то есть вы поймете, какие вообще существуют этапы. реализации проекта, там, свадьбы, мероприятия, презентации и всех-всех мероприятий, которые мы озвучили ранее, несколькими минутами ранее. Далее, второй модуль – это разработка проекта, то есть создание концепции, создание мудборда. Мудборд – это презентация, которую вы покажете клиенту, и он благодаря картинкам, которые вы там подберете, поймет вообще настроение и какое будет настроение у мероприятия, какой будет декор, какая будет цветовая палитра, какие цветы вы будете использовать. То есть это все понимает на этапе разработки проекта. Затем третий модуль, важнейший, я считаю, это расчет проекта. То есть какие… Можно абсолютно точно рассчитать, сколько нужно человек на то, чтобы зачистить 40 тысяч роз, допустим, сколько нужно человек для того, чтобы там сделать 10 композиций. Это все рассчитывается, и этот расчет мы даем на третьем модуле нашего курса. И четвертый модуль уже, соответственно, реализация проекта, то есть как его необходимо реализовывать, какие этапы подготовки, чек-листы. И вы увидите, что это все система, и не нужно это все держать в своей голове и выдумывать, фантазировать, и потом в конце, не дай бог, лицом в грязь, что не хватило цветов, либо цветов купили больше, чем нужно было. Это, соответственно, остатки вашей деньги и, соответственно, ваши убытки. Итак, друзья, следующий так, которым я хочу поделиться, это разобраться с навыками ивент-флориста, то есть что должен уметь делать ивент-флорист. И вы, соответственно, увидите разницу между флористом, который работает в коммерческой флористике и флористом, который работает в ивент-индустрии. То есть коммерческая флористика, она строится на процессах, то есть вам позвонили, заказали, вы сделали букет здесь и сейчас, а ивент-флористика – это целый проект, который занимает там несколько месяцев. Допустим, вот мой проект в Лондоне, который я перенес на будущий год на Chelsea Flower Show, у меня там подвесная инсталляция огромная, 6 на 7 метров, из 10 тысяч кроспедий мы этот проект готовили полгода, то есть с сентября прошлого года. Переписка, утверждение, подсчет, презентация, то есть это длительные такие процессы, и, соответственно, ивент-флористика – это работа на проектах, то есть это проектная такая работа. Итак, какие бывают твердые навыки у ивент-флориста, то, чем он должен обладать. То есть это коммуникативные навыки. Правильно, интересно общаться с клиентом и доносить свою мысль. То есть влюблять клиента, заказчика в вашу работу, в вас, не знаю, там обволакивать своей харизмой, энергией. И мы там даже рассказываем на курсе, что существует несколько видов клиентов, да, и каждому из этих видов клиентов, каждому из этой группы клиентов особенный свой подход. И вот Ира там очень так интересно сделала это деление. Прямо для меня это было настоящее открытие, да, что клиенты делятся на группы. И, соответственно, когда ты понимаешь группу клиентов по определенному признаку, ты уже знаешь, какой проект и какую стилистику необходимо предложить этому клиенту. Это прям очень-очень важно. Затем понимать вообще, что происходит на цветочном рынке, то есть сорта, какие стоят, какие не стоят, что придет, что не придет, как правильно принимать поставку. Помните вот эту вот историю про белые пионы, которые осыпались у меня просто в руках, когда это был один из, ну, первый был мой президентский заказ в Азербайджане. Ну, тяжело мне было признаться, но я неправильно принял эти пионы. Да, я хотел сэкономить, заказал эти пионы самые короткие 30 сантиметров, и когда они пришли, мы ставили их в баке. То есть они стояли в баках вот так вот с головой. Соответственно, они немножечко запрели, и, соответственно, это была моя вина. Ну, от незнания я вот так вот поступил, и, соответственно, седыми волосами за это и поплатился, да, когда я вытаскивал пион, а он просто остыпался, и оставались только торчки. Какие же еще навыки должен обладать флорист, ивент-флорист? Это визуализация, да, то есть он должен представлять так, как это будет. Не просто картинки накидать из Пинтереста, где все идет с идеальным светом, с идеальной какой-то расстановкой, а действительно показать ту картинку, которая будет. И для меня, вот как для человека, который вот флорист, такой вот ремесленник, скажем так, было большим сюрпризом, когда Ксюша Дашина показала, что на этапе рисования рисуется прям точное количество цветов, которое будет в жизни. То есть это не просто картинка нарисованная, это действительно сколько пионов ставится в композицию, и это все рассчитывается на этапе проекта, друзья. Это просто мне снесло крышу. Я не верил своим глазам. Она когда показала мне картинку, которую я должен реализовать, я увидел, что в жизни точно так и получилось. И у меня осталось со всего проекта, который вы увидите во второй части ивента профи, где я реализую уже непосредственно проект, где осталось из остатков два ведра цветов. А цветов там было около полутора тысяч стеблей. То есть два ведерка цветов у меня осталось, и я реализовал весь проект. Это все очень зависит от того, как вы это все просчитываете. Мы этому учим на курсе. Ну, то есть я не буду повторяться, мы это уже говорили. И вот какие мягкие навыки, это мягкие, это то, что невозможно пощупать. Это, конечно же, менеджмент. Это, конечно, общение на площадке, как с заказчиками, так и с этими вот нашими любимыми директорами шлагбаумов. Да, вот эти вот люди, у которых ключ от туалета, в которой находится вода, которая нам нужна для замочки у Адиса. Они такие, нет, ключ я вам не дам. Мне сказали не давать. И вот хлорист, он должен договориться с этой уборщицей, с этим техническим человеком, что он все-таки дал ключ. Да, и мы набрали аккуратненько воду, не проронив ни капли на пол, которым только что помыл. Коммуникабельность. Это очень важно. Но это прямо вот 50%, особенно в день монтажа, особенно когда все нервные, особенно когда световики опаздывают с установкой света и задерживают уже флористов, потому что флористы последние заходят на площадку. И здесь, конечно же, нужно качественно договориться с этими световиками, чтобы они вас пустили на площадку и вы начали уже реализацию своего проекта. В целом, логика, сообразительность. Это прямо за секунду решать все эти сложные вопросы, которые возникают. Цветок не приехал, флорист заболел. И нужно это все быстренько решить и реализовать на проекте, чтобы никто ничего не понял, чтобы все были уверены, что все идет как по часам. Еще из мягких флористов это, конечно же, и маркетинг, то, как вы себя презентуете, как вы вот это вот оставляете после себя такое послевкусие профессионала, когда ты говоришь там, невесте, вообще не парься про цветы, все, что связано с цветами, я беру на себя. И плюс ты еще заканчиваешь там на полчаса, на час раньше обозначенного дедлайна твоего организаторами, когда ты за час такой подходишь к организатору, и говоришь, мы все закончили, проверьте, пожалуйста, мы поехали. Счастливо вам оставаться. Особенно, когда такое ты делаешь, вытворяешь на площадке, когда ты заканчиваешь раньше времени, это такой хороший, хороший значок для организаторов, что они дальше с вами будут работать, потому что вы умеете оформлять место, логистику и оставляете после себя такое вот приятное послевкусие. Соответственно, сервис – это то же самое, когда вы после того, когда вы закончили, оставили чистую площадку, когда все идеально, когда вы все проверили и когда вот комар муха, комар муха, ухо не подточит или что там он не подточит. Вот. Поэтому вот этим всем нужен обладать, должен обладать хлорист, декоратор на площадке. И когда вы это знаете, мозг это знает, чем должен обладать, и вы уже, соответственно, из пространства начинаете выхватывать. Так, мне нужно пойти на ораторское искусство, чтобы классно презентовать свою работу клиенту, да, не дрожащим голосом, а четким, поставленным. И ты уже раз пошел на курсы ораторского искусства, смотришь с маркетингом у тебя какие-то вопросики, ты понимаешь, что у тебя тайм-менеджмент не очень. Пошел на курсы тайм-менеджмента и построил свою систему так, чтобы заканчивать на час раньше свою работу. Да, то есть, когда ты понимаешь, на какие точки опираться, тогда ты и развиваешься в этом направлении. И вот Event Profi курс, он как раз и дает эти рефересные точки, которые дают вам вот этот вот толчок, и на который вы можете опираться для реализации всех своих самых гениальных, сказочных и фантазий, которые показывают только в фильмах. Давайте я уже раз взял микрофон в свои руки, или ты хочешь добавить, Ира? Нет, нет, я совсем согласна, я как раз таки жду, чтобы сказать, что с этим делать дальше, но после того, как ты расскажешь... Давай, я сейчас расскажу всю программу курса Event Profi, да, вот вы видите, это уже второй такой большой, большая часть этого курса, он тоже состоит из четырех модулей, и в пятом модуле мы будем показывать, как рассчитывать композицию на стол, как я ее собираю, я вам там все это покажу, расскажу, прям очень красиво все снято, в таком действительно стиле неоренессансе, очень интересная цветовую палитру мы выбрали, да, чтобы вас просто вразить на повал, и чтобы вы не боялись экспериментировать, чтобы вы не боялись предлагать какие-то смелые идеи. Я считаю, что ту цветовую палитру, которую мы выбрали для Event Profi в практической части, она была очень такая рисковая, но мощная. и мы ее не взяли с Луны, мы ее не взяли вот так, просто так, мы вдохновились художниками того периода релессанса итальянскими художниками, взяли там вдохновение и перенесли это на наше оформление, и весь процесс мы, как мы это все создавали, мы показываем в курсе в Event Profi. Далее, шестой модуль это расчет и сбор цветочной скатерти, это такой вот выпад с центра стола прямо на пол, который спадает, вот эти вот все цветочные жгуты, которые сейчас так популярны, я показываю, как ее, как это все делать, как это все рассчитать, технические моменты, как закрепить оазис, как установить цветы, чтобы все выглядело очень красиво, легко, ажурно и без лишней работы. Очень важно на ивентах не делать лишнюю работу, и мы это показываем, как это все реализовать. Далее, седьмой модуль будет расчет и сбор большой композиции в ВАЗе, это просто потрясающая работа, я, когда ее делал, я получил огромное наслаждение, когда я ее собирал, вы увидите эту работу, и вы прям прочувствуете вот этот вайп, этот кайф, с которым я его собирал, и хочется, знаете, вот что еще, помимо, вот если говорить о навыках, флориста, чтобы, я хочу вас научить и показать вам, что можно на ивентах получать кайф от работы, потому что, когда ты смотришь на ивент флориста, который работает на ивентах, на вот эти вот глаза, на вот эти вот мешки под глазами, на эти руки, на эту одежду, в которой он находится, и ты такой, не, я так не хочу, а я вам хочу показать, что можно, находясь на площадке, получать кайф, и ходить, вот как в фильме, вот этот, Дженнифер Лопес, который поправляет цветочки и получает от этого удовольствие огромное, так можно работать на площадке, если вы грамотно к ней, к мероприятию подготовитесь, если вы все рассчитаете, если вы все сделаете самым, да. Я говорю, это я так делаю, это вот последние мои годы работы, это я, Дженнифер Лопес, которая поправляет цветочки и фотографирует, потому что у меня суперпосекундный расчет у всей команды, вся команда знает, что делать, и действительно эту систему мы не имели сразу, была система в какой-то момент, в которой ты сам таскаешь сначала все, ты сам висишь на арке, что-то там крепишь, да, но мы поняли, что так невозможно работать, поэтому разработали реально крутую систему, которая позволяет не тратить лишние силы на ивентах, что это большая боль для флористов. И, кстати, вот последний модуль, вот восьмой модуль, там арка, и это очень интересное такое решение мы там сделали, когда мы использовали крепежи для того, чтобы создать максимальный объем, то есть в моем понимании раньше создать арку это целый, извиняюсь за выражение, геморрой, прям вот очень-очень, прям долго, тяжело и монотонно, а здесь мы показываем, как это можно создать гораздо-гораздо быстрее, я вам даже больше скажу, вот вы посмотрите это видео, оно там, конечно, короткое, там 20-30 минут, но все основное там как бы есть. Я могу сказать по собственному опыту, что я собрал вот эту всю огромную инсталляцию, если взять общее время, вместе с установкой оазиса, с цветами, за все, за три с половиной часа один человек. Обычно арку делает три-четыре человека, а один человек, вот я собрал ее, по-моему, за четыре часа, вот прям вот так вот. То есть, понимаете, возможно, все абсолютно. Очень-очень крутой курс, ребята, ну прям вот делал как для себя. Я тоже посмотрела, да, я хотела сказать, что я тоже посмотрела, когда ребята предложили открыть как раз-таки первый модуль, первый урок первого модуля, чтобы все посмотрели, я такая, давайте я его пересмотрю. посмотрела и такая, господи, сколько я нового, сама от себя узнала, иногда даже забываются какие-то вещи, которые нужно делать, это правда круто. Так, мы перейдем к нашему третьему шагу. Я напомню, в первом шаге мы с вами выбирали, в каких мы нишах и в энд индустрии можем себя попробовать и реализовать. Во втором шаге мы выбирали и смотрели, какими навыками мы должны обладать, да, чтобы достичь как раз-таки успеха в этих нишах, да, и чтобы реализоваться. На самом деле, надо сказать, что система работы вот в этих во всех нишах ивента проектная, одинаковая, то есть нет какой-то суперсильной специфики работы с выставками в отличие от свадеб, да, если вы умеете делать проектную работу классно, то она у вас в любой нише получится, поэтому проекты действительно отличаются, то есть человеку, который работает в розничном магазине, вот ему будет сложно сделать свадьбу или выставку, да, а человек, который работает в свадьбах и на выставках, ему будет супер просто делать и остальные виды проектов, и дни рождения, и бизнес-эвенты, и все-все-все, потому что у него есть база ивентовая, да, которая действительно ему помогает. Определившись с навыками, которые вам нужны, да, для этих проектов, и определившись с этапами, какие этапы работы проходит проект, каждый, вы, собственно, в первом уроке первого модуля это посмотрите все, да, этот доступ будет как раз открыт для всех. Соответственно, нам важно также понять, вы будете работать в одиночку или с командой. Я честно скажу, что построить ивент-бизнес можно и самому, обладая, да, всеми этими навыками, абсолютно точно, можно построить команду крутую, можно быть действительно вот этим именем, можно при этом делать в паре с кем-то, можно сразу нанимать людей, а можно нанимать каких-то фрилансеров, можно просто в партнерстве, да, в таком, изредка, да, партнерство для небольших проектов работать самому, для более крупных проектов кого-то еще звать к себе. И в этом плане, конечно, важно понимать просто, что есть возможности, важно всегда общаться с единомышленниками, да, и быть комьюнити флористов, потому что, когда у вас возникает крупное оформление, да, то вот как отработало оформление в соло, ожидание реальность, потому что действительно сложно самому целиком делать масштабные проекты, камерные, да, масштабные сложно, и в этом плане вам, конечно, должно помогать комьюнити таких единомышленников, да, это очень круто, что во время курса в прошлом году, во время онлайн-курса, многие ребята, кто находится в одной локации, да, находили друг друга и вместе создавали свою дипломную работу, это было очень классно. у нас, да, мы создали специально такой вот чат, у нас уже давно есть, Turkan School, он объединяет всех моих учеников по всему миру, и здесь прямо распределено все по городам и по странам, и вот, как Кира говорила уже, что очень круто, мы сами удивились, что некоторые участники объединялись, которые живут в одних городах, в одних странах, и создавали общие экзаменационные задания, общую экзаменационную работу, связанные, ну, с курсом ивента профи, поэтому сообщество, вы сразу попадаете в сообщество, география широкая, больше 55 стран мира, и у меня почти в самом, почти во всех городах мира есть мои ученики, поэтому вы не останетесь одни. Плюс история в том, что многие пишут, как бы хотелось попасть к нам на вот эти оформления, вот именно так они попадают, то есть наши ученики-флористы, они, собственно, все и участвуют в наших оформлениях, да, то есть у нас многие прямо во время курса залетали на оформление к Ксении Дашиной, к нашим кураторам, потому что, ну, про кураторов я тоже отдельно вам расскажу про наших, ко мне на какие-то проекты, я там периодически искала, ребята, есть кто в Черногории, мне там, да, есть, все, сразу залетают на мой проект в Черногорию, есть кто в Дубае, да, есть, есть кто в Москве, есть кто в регионах, да, все время мы постоянно через наш чат сами ищем себе флористов в команду, поэтому это как раз классная история в том, чтобы поучаствовать, и география у нас, поверьте, не ограниченная вообще ничем. И, кстати, вот если говорить про оплату от флориста, обычного флориста, который идет в команде, не ведущий флорист, ничего, вот ты пришел на 8 часов, я могу сказать, что вот в Европе оплачивается такой флорист 250-300 евро за выход, а, соответственно, в Москве то же самое, да, в России, там 20-30 тысяч. В Москве все-таки все-таки топовые флористы оплачиваются в таком ценнике, да, начинающие флористы там от 3-х, от 5 тысяч рублей, да, могут за выход брать. Ну, понятно, что начнутые сгены. Даже в Петербурге мы найдем на 5 тысяч. Ну, да, да, понятно, что, я скажу, помощники, стажеры, да, вот флористов, если мы говорим о среднем флористе, то это где-то 10 тысяч рублей за выход в Москве, но и хорошие флористы действительно, ну, совсем топовые могут там и 500 стоить на самом деле. Их там днем с огнем не сыщешь, а иногда их еще перекупают дополнительные студии. Да, так тоже бывает. Но, действительно, ну, как бы есть довольно хороший ценник на это. Окей. Итак, друзья, после курса Event Profi всего лишь 2 месяца, который длится и стартует он 1 апреля, вы научитесь и будете, у вас будет понимание, как собирать команду на проект, то есть, сколько вам человек нужно, какие вам люди нужны будут для реализации проекта. Вы также научитесь правильно ставить для них задачи, потому что, когда ставишь правильную задачу, понятную для мозга, то производительность и результат, он не заставит себя ждать. и это прям такой вот парадокс, да, вот кажется, что вот ты стоишь перед горой, ты не знаешь, с чего начать, чего это, а когда у тебя появляется четкий план в голове и ты понимаешь, то все начинает складываться самым наилучшим способом, и вы увидите, что через месяц после обучения, вот 1 апреля мы начинаем, уже в мае месяце, вы уже, у вас появится потребность и понимание в том, как брать заказы, как их уже обрабатывать для того, чтобы их реализовать, то есть у вас уже появится четкий механизм, картинка того, как должно быть, и в голове вашей уже появится четкая система от того, что следует, вот вам позвонил клиент, заказал, через сколько вы уже с ним сможете встретиться и презентовать проект, то есть вы это все поймете, то есть не будет какая-то такая, не знаю, там какой-то кисель, в котором вы вязнете, нет, у вас будет первый шаг, второй, третий, четвертый, пятый шаг, и вы также сможете после курса, когда уже все это поймете, пропустите, сдадите домашние задания, совмещать себе две роли, творца, мы все хотим быть творцами, и менеджером, который это все организовывает и доводит уже, соответственно, до финальной точки, также после курса вы уже поймете, как вычленять вычленять и понимать тренды, которые витают в воздухе, которые им прям вот, которые нам подсказывает само общество, вы будете уже понимать и вычленять вот эти вот идеи, и соответственно, когда вы уже понимаете, какие у вас материалы есть в доступе, в таком неограниченном доступе, природные материалы, какие строительные материалы, вы тогда уже сможете делать вот эти вот расчеты, расчеты гораздо, гораздо быстрее и предлагать уже финальный вариант. И, соответственно, когда у вас появятся вот эти все инструменты, тренды, материалы, клиенты, вы уже поймете вот эту вот всю тему, зайдете, и тогда, конечно же, у вас появится, уже начнет проявляться ваш собственный индивидуальный узнаваемый стиль, за которым будут стоять очереди и которые будут хотеть именно вас. И вы уже выйдете вот на этот уровень, когда вы не ценой будете там как-то конкурировать с другими декораторами, а своей головой, своей идеей. А это вообще другой уровень мышления и другие эмоции, когда ты, я сейчас такое дам предложение, что они дадут любые деньги мне за это. Да, сто процентов. Мы переходим к четвертому шагу, как раз таки, когда вы поняли, сами вы, иногда можно же какие-то пробелы восполнять людьми дополнительными, например, не умеете вы совсем ничего рисовать, вы можете взять себе в помощники визуализатора, но если вы флорист и не умеете, например, коммуницировать или не умеете собирать композиции, например, твердыми навыками не обладаете, то это, конечно, будет сильно сложнее, поэтому, конечно, когда вы увидели эту перепись навыков, кстати, будет запись вебинара, потом посмотрите еще раз, законспектируйте себе, чтобы провести такой самоанализ, да, вы дальше должны понять и восполнить вот эти пробелы, если вы действительно хотите реализоваться как успешный ивент флори. Конечно, самый простой опыт это купить, самый простой способ это купить опыт мастеров. У нас, к сожалению, не было такого варианта, я помню, когда я начинала, не было никаких курсов, блин, по декору, и я просто покупала какой-то ужасный курс флористики, супер вообще устаревший, оффлайн я ходила в какую-то, на какое-то вообще странное, в какое-то место, мне там учили чему-то страшному, но тем не менее, я там хотя бы техники поняла и научилась работать с ассортиментом, да, дальше я поняла, ага, вот эта стилистика, которая меня научила, мне не нравится, а где мне найти ту стилистику, которая мне нравится, да, стала смотреть всякие блоги, учиться, но на это, конечно, ушло очень много времени, да, на изучение материала, на понимание, как работает сфера, а потом большую часть ты головой пытаешься додумать через ошибки. у нас очень часто, ну, мы, естественно, все время делали разбор проектов, анализировали ошибки и придумывали варианты, как эти ошибки там разные, логистические, менеджерские, дизайнерские, исправлять на будущее и таким образом выстраивать вот эту систему. Вот тут в чатике как раз меня спрашивали, Ирина, а что за система такая? Если бы ее можно было рассказать в двух словах, то она бы, наверное, была не такая сложная и интересная, да, этому посвящен весь курс, ну, то есть, по факту, мы весь курс объясняем пошагово, как работает та система, которую мы вырабатывали 10 лет, да, то есть, 10 лет мы вырабатывали какую-то систему проектов, которые нам сейчас позволяют легко брать оформление, в котором будет присутствовать 120 тысяч стеблей всевозможных роз и знать, как правильно посчитать цвета этих роз, сколько нужно красных, сколько оранжевых, сколько карминовых, а сколько зеленовато, пурпурно-фиолетовых, да, мы знаем по количеству, по стеблям, потому что, когда ты заказываешь, ты даже не можешь закладывать себе там 10 тысяч плюс туда, 10 тысяч минус, да, ты как бы просто потратишь огромную тучу денег, если ты плохо посчитаешь, или ты потратишь свою репутацию, если ты не досчитаешься, да, тебе не хватит цветов, например, конечно, мы не можем таких ошибок допускать, но это все на опыте, с маленьких оформлений шло, как делать эти расчеты, поэтому, конечно, да, если бы кто-то нам этот опыт передал, я бы, конечно, сэкономила себе много времени. Я бы сэкономил бы и время, и деньги, и, конечно же, вот те годы, которые мы потратили на вот эти вот шишки, которые мы набивали, я бы использовал бы более продуктивно, если бы мне эти знания кто-то бы продал бы, дал бы, поделился бы, а сейчас это просто вот лежит все на поверхности. Вот, допустим, вот у меня был проект, один из таких моих главных проектов, которые я делал в Баку, оформление свадьбы, и что вы понимали, я был арт-директором свадьбы, и я реализовал свою давнюю мечту поработать со льдом. Я заказал, свадьба была в Баку, я заказал в Краснодаре у дизайнера вот эти вот скульптуры из льда по моему эскизу, который я рисовал вот так вот карандашиком на бумаге, я не умею рисовать, я просто вот так вот что-то там начертил, примерные размеры, и они это все привезли и сами приехали. И я реализовал так, как я реализовал. Если бы у меня был опыт того, как можно работать со льдом, какие там могут быть вариации, возможно, другие были бы дизайнерами. На то время это было очень круто, да и сейчас я смотрю на это и горжусь своим проектом, который я сделал по ощущениям, по интуиции. Да, но тогда я прямо вот, знаете, после этого проекта я, наверное, полгода имел вот этот вот эффект выгорания, потому что я тут обложил столько энергии, столько своих сил внутренних, чтобы реализовать все. А когда у тебя сезон, когда у тебя в неделю пять-десять свадеб, там, ну, ты просто не доживешь до конца сезона, если у тебя не будет своей системы. Абсолютно. Вот, прям. Я уже могу вам сказать, что я вот эти вот цветы уже вставлял в момент, когда приходили гости, и это было уже немножечко похоже на перформанс. Но никто не знал, как оно должно быть, знал только я, поэтому все прошло достаточно успешно. Да, да. А сейчас уже организаторы тоже на опыте, и они, например, многие штрафы добавляют, если ты позже сдаешь площадку. Когда заходят гости, если ты продолжаешь работать в этот момент, тебя могут оштрафовать до полумиллиона рублей, да. Соответственно, ну, мы не можем так рисковать, друзья, да. Соответственно, да, нам нужно все считать. Друзья, оставайтесь до конца. Давайте тут, не начинайте здесь вот эти выходы, приходы, оставайтесь до конца. У нас очень богатая, интересная программа. Это, возможно, я не то, что возможно, я уверен, что она изменит вашу жизнь, если вы будете идти до конца вместе с нами. Вы видите, какие мы заряжены, вы чувствуете нашу энергию, нашу харизму, и харизма преподавателей, харизма учителей, она переносится также и на учеников. Это проверено годами, веками и тысячелетиями. Поэтому, пожалуйста, я понимаю, что много информации, мозг кипит, но оставайтесь, до конца будет много еще чего интересного. У нас впереди специальные условия, у нас для вас сюрприз, также мы будем разбирать свои проекты, сыры, которые мы делали. Поэтому все еще самое интересное впереди. Покажу несколько тоже классных, сложных проектов. Но вот как раз в том числе наши студенты, которые в прошлом году проходили этот курс, мы его обкапывали, можно сказать, и было интересно узнать, какие результаты были, то есть, чтобы с уверенностью говорить, да, мы как бы учим этому. Действительно, Ксения Адлатова очень мечтала, можно сказать, заниматься ивентами, и многие в чате как раз пишут, что есть мечта, но вообще непонятно, я новичок, я ничего не понимаю. И когда приходили заказы на оформление, она поняла, что не хватает как раз этих знаний, как считать, как что-то делать, и, собственно, прямо во время курса она взяла новый проект и, собственно, по системе, по нашим шагам все считала, все продумывала и разрабатывала, и получается, что еще и сразу получала обратную связь от кураторов, и, в общем-то, внутри обучения она уже отбила стоимость этого обучения, потому что она взяла проект и под надзором кураторов как новичок, но при этом с профессиональной помощью она делала этот проект вместе с нами, обрела уверенность и еще и получила красивый флористический проект с портфолио, это прям очень крутой кейс. Наталья Груша, она открыла свою цветочную студию, флористическую, но поняла, что уже не хочется просто продавать цветы, она решила, что хочется каких-то масштабных проектов, и как раз таки Event Profit дал ей базу и систему ту самую, потому что многие люди, они как бы боятся работать вот без этих шагов, когда они не понимают, когда это гигантское поле перед ними лежит, и как раз таки Наталья вела тоже, опять же, дипломный проект на курсе, делала домашние задания и поняла, что теперь, вот после этого проекта, у нее появилось такое сарафанное радио, и клиенты появились, потому что тот сервис, который она научилась оказывать, поверьте, в Испании флористы такой сервис не оказывают, то есть можно стать настолько конкурентно крутым флористом, потому что у нас все-таки опыт мирового уровня, как быть конкурентным на мировом уровне, уж как бы на местечковом уровне, на локальном уровне, мы с конкурентами со всеми давно справились, мы на мировом уровне с флористами конкурируем, а как справиться с конкурентами местными, это как бы проблем с этим никаких нет, поэтому вот это действительно такой тоже крутой бонус. Дарья Конакова уже была чуть более опытным флористом, она занималась сборкой букетов, но опять же, за оформление она не бралась, собственно, все лето после курса, она проработала на свадьбах и стала старшим флористом, старший флорист как раз человек, который разрабатывает, который уже не просто ручками собирает на проектах оформления, а который получает деньги за проект целиком, да, и разрабатывает его с нуля, и он тот самый творец, потому что те флористы, которые просто приходят на проект, они собирают цветы, композиции по заданию старшего флориста, и вот быть старшим флористом на проектах. Это действительно уже такой крутой, опытный, почетный, почетная позиция. Софья Мисун, она 8 лет аж была во флористике, то есть тоже, она уже профессионал, она пробовала делать оформление, но гонорар, конечно, был маленький, потому что она не понимала, как посчитать, как посчитать часы, которые она проработала, как посчитать, собственно, цветы, как посчитать логистику, вообще все. Естественно, то, что остается после реализации, это совсем чуть-чуть, если вы интуитивно ставите стоимость для клиента, а потом смотрите, все посчитали, а у вас ничего не осталось. Сейчас, конечно, Софья знает цену своим оформлением, и клиенты готовы у нее покупать именно на стадии проекта, на стадии мудборда уже понятно, что будет, и клиенты действительно имеют в ней уверенность, потому что у нее выстроен этот самый сервис. Потому что кейсы у нас крутые, мы очень рады, что эта система работает и приводит наших учеников разного уровня классным результатом. У нас даже кураторы смотрели наш курс, проходили вместе со студентами, говорят, ой, нет, все-таки хорошо освежает мозг, да, даже для опытных, действительно, этот курс всегда какой-то такой рефреш. И вот здесь вот поступил вопрос в студию. Проект не так просто взять, во всяком случае, у нас в Бокаратоне, в этом проблема и есть. Джулия, я хочу сказать, что естественно, ты сразу проект не возьмешь. Ты во флористике всего год. И чтобы взять проект, нужно поработать, как говорится, в поле. То есть нужно поработать флористом на другую эвент-компанию и посмотреть изнутри, как это идет. Это и к чему? К тому, что не нужно сразу целиться на какие-то такие вот грандиозные цели, на какие-то грандиозные планы, а идти поступательными движениями. То есть зайти вначале в эвент-индустрии, поработать флористом, помощником, потихоньку-потихоньку расти. И когда ты уже понимаешь, как эта вся система работает, тогда, соответственно, ты уже и сможешь как-то этим всем управлять. Да? То есть нужно сразу желать слона. Можно я, кстати, расскажу кейс? Иногда можно желать слона, я бы сказала, потому что у меня тут был кейс ученицы. Она живет в Лимассоле на Кипре. И она решила открыть студию. Вообще без всякого опыта. Стала ресерчить в интернете и нашла меня. И попросилась ко мне на консультацию. Я вообще не беру консультации практически, потому что у меня нет времени. Но она мне просто писала. Она говорит, я не понимаю, что делать. Я понимаю, что если я сейчас сама начну что-то делать, я сделаю кучу ошибок. То есть она вот просилась купить опыт. И в итоге она взяла несколько крупных оформлений сразу и под моим надзором, потому что она меня замучила просто, честно говоря, своими вопросами. Ну, не то, что я со смехом говорю. Она правда была настойчивая и очень классная. И я поняла, что действительно это человек с огромным чутьем и с потрясающим вот этим вот бизнес-мышлением, что я не хочу тратить время на свои ошибки. Я лучше куплю чужие ошибки и буду сразу делать большие классные проекты. Так тоже можно. Я обожаю ее. Сейчас мы уже общаемся. Просто по-дружески. Она мне иногда звонит за советами, потому что она уже работает с крупнейшими компаниями на Кипре, которые находятся. Просто умничка. За полтора года она сделала просто потрясающий рывок от нуля до крупнейших компаний. Я верю в такие истории абсолютно точно. Итак, друзья, давайте я вас познакомлю с преподавателями курса Event Profi. Это онлайн-курс, который стартует 1 апреля. В конце мы вам еще дадим очень много всего интересной информации. Давайте я вам представлю преподавателей этого курса. Дмитрий Туркан, собственно, я. Ира Волкова. Вот мы общаемся. Сейчас с вами уже поняли, какая сила здесь собралась. И когда вы познакомитесь с нашей жемчужинкой, с Ксюшей Дашиной, вы почувствуете вот эту вот силу, силу технологии, силу системы, как она работает. И вот Ксюша, она как раз будет вести блок по расчетам, по тому, как необходимо рассчитывать правильно количество флористов, количество часов, количество цветов на каждый проект. Ксюша, она невероятный человек. И, кстати, вот мы втроем будем давать другой наш проект, уже живой, офлайн-эвент-профи, уже вживую. Про это в другой раз. Это твои ребята. Мои ребята. У меня на самом деле просто хотелось бы, чтобы вы меня поздравили и разделили мою радость. У меня каждый год, ну, в России очень много проводится отраслевых премий для ивент-декораторов. И каждый год мои ученики все выигрывают. Я это просто обожаю. В прошлом году премии топ-100 эвордс, это рейтинг декораторов российский. Первая пятерка была моими учениками. А в этом году, вот буквально вчера, мне написали, вот было две премии, шло параллельно. Одна региональная премия в Эдинг-эвордс Северо-Запад в Санкт-Петербурге. Вторая региональная премия в Эдинг-эвордс Сибири-Дальний Восток, она проходила на Алтае. В одно время они шли. И там везде были в номинациях мои ученики. И вот такие прекрасные сообщения они мне написали. Взяли! Ааа, статуэтки! Стали лучшими декораторами в своих регионах. То есть это, опять же, это небольшие какие-то города. Ну, нет, Питер большой, но он все-таки, там люди не так масштабно празднуют, как в Москве. Далеко не. Да? А вторые ребята, они из Новокузнецка. Да? Это такой угольный город, в котором, казалось бы, не совсем уж место цветам. Но они просто, они взорвали все. Они работают в соседних регионах. Они захватили свой регион, захватили Алтай соседний и еще почти всю Сибирь и стали лучшими декораторами Сибири и Дальнего Востока. Я просто безумно за них рада. Они все мне отчитались своими статуэтками. Это к тому, что действительно можно развиваться, даже если вы там не в каких-то столичных регионах. Даже если вы в Сибири, даже если до вас цветы долетают с задержками, это можно круто делать. Плюс, сейчас можно я обратно верну. Вот эта девушка-красотка, это одна из наших кураторов, Лера, она тоже вчера выиграла статуэтку. В прошлом году двое наших кураторов выиграли статуэтки Wedding Sports. Они, собственно, выступали как раз-таки кураторами. Вот. И в этом году другой наш куратор обыграл наших прошлогодних кураторов, которые выиграли. То есть у нас теперь все кураторы курса носители премии Wedding Awards лучших декораторов России. Вот это вот очень круто. Ира, это потрясающе. И я с гордостью об этом. Ребята, вы понимаете, вот, ну, Event Profi, курс, здесь собраны все звезды. Все звезды собраны под одним вот куполом и готовы делиться своим опытом, знанием для вас, чтобы вы пропустили вот этот этап ошибок и шишек, чтобы вы все взяли самое-самое лучшее. И я говорю, у меня мурашки, что я осознаю, что мы вообще делаем, какое дело великое мы делаем и собираем таких вот людей вокруг себя, вокруг нашего проекта, нашей идеи. Потому что вот для самих даже кураторов участвовать вот в Event Profi как кураторы является очень почетным занятием, потому что они чувствуют свой уровень сразу, что вот их выбрали из сотен других людей, именно они попали кураторами на этот курс. Для них это как статуэтка Wazing Awards, быть кураторами в этом курсе. И вот тут видно как раз, какую они обратную связь дают. Они отвечают, они на такие вопросы отвечают, на которые я бы, наверное, уже точно в Google послала, они так разжевывают информацию, какую ткань, какую там, какие там всякие элементы, даже то, что за пределами нашего курса, они делятся опытом, просто потрясающие ребята, и мы всю команду прошлогоднюю кураторов, которые просто блестяще отработали курс, мы оставили, и в этом году они с большим удовольствием, вот они пишут гигантские трактаты каждому ученику, что там нужно посмотреть, на что обратить внимание, отвечают на все вопросы, это очень крутые ребята с очень богатым опытом, то есть вы видите, это победители отраслевых премий, как лучшие декораторы, они прям реально, это не просто ребята, которых там кто-то натренировал по шаблону отвечать на вопросы, нет, это ребята с огромным опытом. да, и я хочу сказать, что вы уже поняли, поддержка, это очень важная, у вас будет доступ в закрытый телеграм-чат, где все кураторы, все мы находимся, варимся, и, естественно, поддерживаем друг друга, я что хочу сказать, вот важный момент, что вот этот промо, как бы промо-демонстрацию курса, ивентопрофи, который мы вам дадим, доступ к вам придет всем завтра, всем, кто участникам этого вебинара, он придет вам завтра на почту, и он будет доступен до 23 марта, то есть до 23 марта у вас будет возможность посмотреть, как проходит курс, то есть такое я никогда не делал, мы решили такое дать попробовать, посмотреть, пощупать, я еще не знаю, что должно быть, что еще дать, чтобы вы прям вот захотели принять участие в курсе ивент-профи, и еще вот важные такие организационные моменты, что доступ курса в зависимости от вашего тарифа, который вы выберете, будет от 4 до 8 месяцев, да, затем будет международный сертификат живой о прохождении курса для участников тарифа эксперт и мастер-группа, мастер-группа, там несколько мест всего осталось, где кураторы я и Ира, и получат электронный сертификат все те, кто взял участник и кто взял тариф практик, там вообще без обратной связи, без чатов, без ничего, только можно смотреть и щупать вообще эту всю историю. Итак, тарифы ивент-профи, мы уже подходим непосредственно к такой вот коммерческой части вебинара, чтобы вы понимали, сколько это стоит, какие у нас тарифы бывают. Первое, это тариф практик, как я говорил, это без обратной связи, вы только смотрите, изучаете, можете сами делать домашние задания, это вообще гарантированная свобода выбора. Далее, что я рекомендую, это, конечно же, тариф эксперт, это в сопровождении кураторов, где вы получаете всю обратную связь, где куратор с вами от первого урока до самого последнего урока, он сопровождает вас прямо на всем пути, и мастер-группа с обратной связью от меня и от Иры Волковой, от нас двоих, которые мы будем лично вести этих людей, там у нас мини-группа такая, семь человек, и там всего три места свободных осталось. Итак, как я говорил, тариф практик, доступ к урокам на четыре месяца, все восемь учебных модулей, то есть все, что я говорил ранее, и два бонусных урока о поиске первых клиентов и о преодолении страха отказов. Очень такая интересная, интригующая тема, и все те, кто пойдут на практик, получат пакет шаблонов и методических материалов для работы, также электронный сертификат, как я уже говорил, по почте, и вы сможете его распечатать и поставить себе в рамку. Пакет эксперт, это уже с кураторами, это уже такая серьезная работа, где нужно будет вкладываться, где нужно будет работать, где нужно будет сдавать домашние задания, и доступ ко всем урокам будет на шесть месяцев, то есть на полгода, вы сможете это все еще пересмотреть после вашего свадебного сезона и поработать над своими ошибками, которые вы допустили, и не допускать их уже и прежде. Будут все уроки открыты вам, бонусные уроки, сертификат о прохождении курса будет живой, он вам придет по почте, физически придет, куратор также будет, который вам будет давать обратную связь, доступ, закрытые чаты, где будут все ларисты, все участники и кураторы на этом курсе, и также будут два прямых эфира с ответами на вопросы по учебным модулям, а также будет выпускной прямой эфир, то есть будет дополнительно большой объем личного общения с ведущими этого курса и с кураторами, ну, будет такая прям хорошая, такая качественная работа. Мастер-группа, это вот закрытая, а, вот четыре места, по-моему, три места осталось, пока мы готовили презентацию, доступ на восемь месяцев, и что там будет дополнительно, то есть обратная связь от меня, от Иры Волковой, и от, будет дополнительно еще куратор, стратегическая сессия будет со мной по исследованию и постановкам целей, я говорил, что это самый такой вот важный шаг по тому, куда идти развиваться, когда понимаешь, куда идти развиваться, тогда проще гораздо находить пути развития, и также будет мастер-майнд со мной и с Ирой по определению конкретных шагов для достижения целей, да, когда цели поставили, нужны уже шаги и по масштабированию, и подошли уже к ценам это стандартная стоимость участия, хочу вам сразу сказать, что это будет стоимость не для вас, для вас другая стоимость, это будет стоимость, когда я открою открытые продажи в своих социальных сетях без вебинаров, на вебинаре здесь собрались все свои, кто уже давно со мной соприкасался, знает, соответственно, мы сделали специальные цены с сегодняшнего дня до нуля часов, нуля минут, до 23 часов 59 минут 23 марта, то есть в течение пяти дней будет действовать специальная цена и эти цены вот перед вами, то есть тариф практик будет 56 900 рублей, ой, практик 36 900, эксперт 56 900, я говорю эксперт, потому что я рекомендую идти на эксперт, когда есть куратор, когда есть человек, на которого можно пообщаться, можно поговорить, задать свои вопросы, который будет вас вести от начала до самого конца, и мастер-группа 244 900, это мастер-группа маленькая, где буду я, Ира и еще семь человек. Так, друзья, продажи официально открыты, сейчас у вас появится кнопка, куда вы можете нажать зарегистрироваться, забить за собой эту цену, которые сегодня специально для вас сделаны. Курс стартанет 1 апреля и с 19 по 23 марта, то есть с сегодняшнего дня и еще 5 дней будет действовать вот эта вот цена, которую я озвучил, потом цена вырастет. И вам, конечно же, лучше бы забронировать эту цену сейчас, да, оставить предоплату. У нас действует система рассрочки как от школы, так и от банка, да, можем и всегда договориться. Рассрочка от банка, она только для граждан Российской Федерации, потому что банк российский, отсрочка от школы, это уже для всех других участников курса из других стран, оплата в евро, доллары, китайские иены, все принимаем, все кассы открыты, все работают, менеджеры готовы, какие-то вопросы задавайте, мы обязательно на них ответим. Сколько еще продлится, а сколько продлится курс? Курс будет длиться ровно 2 часа. Я думаю, что наш вебинар еще продлится минут 20. Что? 2 часа? 2 месяца, да. 2 месяца будет длиться с 1 апреля по 31 мая. Вот. А наш вебинар, наша сегодняшняя встреча, я думаю, что продлится еще 20 минут примерно. Да. Идем дальше. Подходим к интересному моменту. Сейчас мы будем вам рассказывать про наши проекты, которые мы делали. Ира, твой выход. Да, да. На самом деле мы просто хотели показать, что действительно у нашей профессии, да, вот у этого успеха, успешного, да, как реализоваться в этой сфере, нет каких-то границ, я очень люблю тоже этот проект, он тоже с 7-летней давности, это проект на Мальдивах мы делали, просто потрясающим. И надо сказать... Я тоже за ним следил в социальных сетях. Класс, да, это один из любимых наших проектов. И здесь история про то, что помимо того, как бы, что нужно заказать цветы, понятно, что здесь присутствует вот за этой картинкой просто гигантское количество разной информации и разных навыков и разных стандартов работы декораторов, да, то есть мы в этом проекте столкнулись с гигантским количеством проблем, да, просто от того, что на этот остров невозможно ничего привезти, и мы заказывали самолетами, у нас с шестью видами транспорта ехал наш декор, мы отправляли туда тонну декора, да, одну тонну декора на то, чтобы из Москвы она доехала до острова, до того, что тут сорокоградусная жара, и монтировать просто очень сложно, и то, что цветов на Мальдивах нет, и нужно их куда-то заказывать, и они даже приходят вне кондиции, потому что нет специальных условий для хранения этих цветов в большом объеме, мы со всем этим сталкиваемся в большом количестве проектов, но у нас есть определенные стандарты работы нашей, мы не пропускаем этапы, мы правильно общаемся с клиентом, мы проговариваем все риски с клиентом при подготовке таких проектов, вот этот проект мы делали, монтировали мы его 4 дня, это была большая-большая свадьба на 90 человек на Мальдивах, да, и это нестандартная свадьба, где просто три палки в песке и ткань висит, да, там было огромное количество флористики, там было просто гигантское количество разных декораций, ткани висели и прочее, там накатка, пластик, конструкции и все-все-все, и в этом случае мы всегда имеем стандарты работы и наш сервис и то, что мы обговариваем с клиентами, и мы заранее считаем в смете, да, что нам нужно три дня монтажа, это значит, что нам нужно заехать на проект за пять дней до проекта, на Мальдивы, да, приехать, чтобы нам принять все материалы, рассортировать их, принять поставку цветов, чтобы за три дня до начала свадьбы мы уже начали монтаж, да, это гигантский процесс, который мы должны организовать, и вот за всей этой красивой, такой невесомой, легкой картинкой стоит эта работа, о которой мы вам как раз таки будем рассказывать, и вот эта вот счастливая пара и церемония, которая длится не более полчаса, да, ради которой вся эта невероятная работа затевалась, очень люблю, это, кстати, кто увлекается теннисом и спортом, как раз одного известного теннисиста свадьбы, и прямо там на проекте ребята устраивали турниры, это Миша Зверев, его брат Саша Зверев, он был в том числе в десятке ракеток мира, и все их друзья, которые приехали, это там с первого по двадцатое место среди ракеток мира, и вот они рубились друг с другом во время этого на кортах, а мы после проекта сидели, откисали и смотрели за турниром топовых теннисистов, как они играли между собой просто вот на Мальдивском острове, кроме нас, их там больше никого не было, да, это чуть-чуть другая свадьба, это тоже классный проект, красивый, ой, извиняюсь, в Краснодарском крае здесь мы строили гигантский шатер, да, и при этом, несмотря на огромный масштаб, казалось бы, можно там все увешать чем-то, здесь действительно какая кропотливая работа, вот Ксения Дашина собственноручно приклеивала контуриумом жемчужинки, да, и все это тоже посчитано, все это тоже спланировано, да, каждый элемент, как эти тарелочки встанут, в какой момент они должны встать, чтобы они не покрылись пылью, и чтобы салфетки не улетели, но чтобы вовремя это сделать до прихода гостей, до прихода фотографа, который это все красиво отснимет, да, гигантское количество вот этих элементов в проекте, этих этапов, которые нужно продумать, о которых мы как раз-таки тоже вам с большим удовольствием рассказываем. Да, это мой проект, самый первый мой проект президентский, где осыпались все пионы белые, но тем не менее вы можете увидеть на столах эти шары с белыми пионами, и вот самая нижняя картинка, это президентский стол, видите, там всего 5 тарелок было, и вот эти вот пионы, 20 штук в этом шарике, которые на первом плане стоят, это вот 20 пионов из 5000 пионов, которые не осыпались, я их поставил, естественно, на первый стол. Итак, друзья, 4 шага к реализации в ивент-индустрии, понять, в каком направлении вы хотите развиваться, определить, какие навыки нужны, чтобы стать классным ивент-флористом, чтобы зарабатывать на этом, далее, третий шаг, это понять вообще всю структуру ивент-флористики, сколько вам людей на это, какие ресурсы вам нужны будут, и четвертый, это то, что вы чего-то не понимаете, пополнить эти знания, купить их, говоря таким вот простым языком, прийти на курс ивент-профи, купить эти знания, получить его от первых лиц, из первых уст и не совершать все эти ошибки, которые встречаются. Итак, друзья, 5 дней с 19 по 23 марта вы можете купить по специальной цене, цена классная, информации там гораздо-гораздо больше, чем эта цена, у нас прям идет, мы с Ирой, как авторы этого курса, цену хотели сделать еще гораздо выше, потому что знаний там гораздо-гораздо больше, но наши маркетологи, мои школы, сказали, Дима, мы вот такую цену ставим, это хорошая цена для наших участников, поэтому прям вот от сердца вам говорю, что там информации гораздо-гораздо больше, чем вот эта вот стоимость, как минимум цена должна была быть по каждому тарифу в 5 раз выше. И вот бесплатный доступ к целому модулю курса Event Profile завтра всем участникам вебинара, которые сегодня присутствовали, которые сейчас еще слушают, либо которые были и ушли уже, придет на почту доступ на этот модуль и доступ, внимание, будет работать только до 23 марта, он не будет открыт у вас постоянно, для того, чтобы вы зашли, посмотрели, пощупали и приняли уже решение. Ну, я думаю, что вы это, всю эту картинку прочитали, не буду вам повторять уже. Способы оплаты курса это полная оплата тарифа здесь и сейчас, это беспроцентная рассрочка от банка и первый платеж будет через месяц, не перед началом курса, через месяц после обучения. Рассрочка от Туркан Скул от меня 50 и 50, это 50 процентов сейчас вы платите и 50 процентов до 28 апреля, то есть через полтора месяца. Либо предоплата 3000 рублей сейчас, сегодня, и тогда замораживается вот эта вот специальная цена, которая действительно всего 5 дней, и нужно будет внести до 1 апреля. Как я уже говорил, доступна оплата в любой валюте, из любой страны, мы это все решим, у нас это все работает и все прекрасно функционирует. Еще вам сейчас расскажем, покажем несколько наших проектов, с чего мы начинали, и вы видите, какой я здесь молодой, задорный, это мой первый год в Баку, и в Баку захотели, заказали, в общем, мне свадебный, навороченный букет, и вот такой вот маленький, небольшой, 10-килограммовый букет я сделал, да, то есть тоже шикарно, букет шикарно, выставляешь невесте держать его вот весь вечер. Да, у меня бы скромнее было, это я хочу показать шок-контент к вопросу о том, что мне часто говорят, ну вот вы же тут в Москве шикарные свадьбы, делайте, вот первая свадьба моя, 2012 год, честно сказать, шок-контент, никто этого не видел ранее, только вы это видите, вот такой вот трэш, как можно сказать, сейчас вот, как жалуются декораторы, в маленьких городах, да, такое вот мы делаем, никому ничего не нужно, вот с этого я тоже начинала, вообще, насмотренности ноль, техник ноль вообще. Ну аккуратненько зато, ты посмотри. Ну аккуратненько, но это выглядит на самом деле, уже аккуратненько, вон там, эта конструкция, как заплаточка, палочка прогнулась, ничего, посередине зато. Да, палочка прогнулась, все, вот такой вот был мой первый проект, стоимость его была там 20, по-моему, или 30 тысяч рублей за все, вот эту красоту, за эти композиции в Мартинках мне заплатили. Я была очень счастлива, что я сделала свою первую свадьбу. Конечно, сейчас смотришь на остальные проекты и думаешь, боже мой, какой же стыд, да, но на самом деле это к истории о том, что все с чего-то начинают. Все начинают, причем, не с чего-то невероятного и гениального, да, и здесь вопрос в том, как вы будете развиваться, насколько вы любознательны, насколько вы любите искать информацию, да, и заниматься вот этим вот самым развитием, насколько вы готовы учиться, учиться у старших, учиться у коллег, учиться у своих же клиентов, да, потому что это тоже важный момент. Мы очень многому у своих клиентов научились. И действительно, вот это вот показывает, что все возможно, ребят. Увидели? Все, скрываем. Стерто. Больше никому не показываем, да. Да, ребят, я думаю, что мы прям очень развернуто, раскрыли вообще ивент-индустрию и про курс. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте, может быть, вы потом до вас дойдут вопросы, можете в службу поддержки отвечать. Я вижу здесь в чате прям слова благодарности нам за сегодняшнюю нашу встречу, потому что действительно я понимаю, какими сложностями сталкиваются флористы, вот это вот чувство неуверенности, какие-то страхи. И я думаю, что сегодняшняя наша встреча, она ответила на многие ваши вопросы, и вы теперь понимаете, куда идти, в каком направлении необходимо развиваться и где можно взять все то, что вам не хватает на данный момент времени. Да, это можно все получить гораздо-гораздо быстрее, чем вы себе это представляете в своей голове и в своих вот этих вот, знаете, иллюзорных каких-то проблемах, которые вы создаете, проблем нет, проблемы в нашей голове в первую очередь, а все остальное можно решить благодаря классным наставникам, к которым мы и относимся. Да, я говорю это так вот без никакого пафоса, потому что так и есть, потому что учителей, которые могут, знаете, вот без остатка поделиться своими знаниями, отдать все, объяснить так, чтобы тебя поняли их единицы, великих учителей очень мало, и, а я знаю, какой результат бывает у моих учеников, у учеников Иры, у учеников Ксюши, как мы вообще болеем за то, чтобы был результат, потому что у каждого из нас, у таких вот людей, есть большая миссия оставить след после себя, и каждый наш ученик, это вот то зерно, которое мы оставляем на земле, и как оно будет расти, каким оно вырастет, это для нас очень важно, потому что это наше продолжение, это наша ДНК, и мы вкладываемся в каждого ученика, прямо вот как в каждого своего ребенка, как в каждое свое вот это вот семечко. Да, я можно еще, я, во-первых, подтверждаю Димины слова, во-вторых, я хочу разобрать еще важный вопрос, который у нас возник в чате, как проходит практика в курсе, да, потому что всем же хочется уже с цветами поработать, и действительно мы даем возможность пройти практику в разных форматах. Во-первых, да, вы будете на тарифе эксперт, да, у вас есть обязанность защитить свое домашнее задание, дипломное, да, и кураторы будут его проверять, чтобы получить сертификат, но у вас будет возможность выбрать, в каком формате вы будете делать одну композицию, или вы целое оформление будете делать, это может быть уже реальное оформление, да, которое вы можете сдать как дипломный проект, или вы можете такое гипотетическое оформление сделать, то есть купить самостоятельно цветы и из них реализовать от одной композиции до целой арки, это вы можете выбрать самостоятельно, вы сможете объединиться с другими учениками, если в вашем городе есть ученики с Event Profit, или сделать это самостоятельно, мы даем все инструменты для этого, да, мы даем, например, инструменты, как получить первое оформление, первый заказ, чтобы, собственно, на курсе вам не пришлось покупать цветы самостоятельно, да, а чтобы вы могли уже сделать оформление на заказ первое и представить его как дипломную работу, и на это у вас довольно хороший срок будет, да, месяц на реализацию такого проекта, это на самом деле классная тема, поэтому формат практики мы даем довольно широкие, да, вам нужно будет реально собрать композицию, а вот механика, да, или там арку цветочную или что-то такое, но механика этого, выбор механики будет за вами, скинуться за своими коллегами или сделать реальный заказ, или может быть у вас уже есть заказы, и вы просто их будете вместе с нашими кураторами под надзором обрабатывать и сдавать как дипломную работу, вариантов много, и вы это можете сделать хоть у себя дома, хоть на площадке у знакомых, хоть в чистом поле, это вообще не важно для нас, самое главное, какой дизайн вы реализуете, какую идею вы туда внесете. Да, и хочу сказать, что еще по прошлому году наши тэплоисты, некоторые делали свои экзаменационные работы из цветов, которые собрали в поле, потому что это уже май месяц, июнь, и цветов уже в поле огромное количество. Да, кстати, можно же собирать из реального материала, подручного, заготовки делать, в лесу собирать, это вообще супер формат, и можно сделать очень крутое оформление, не затратив ни копеечки. Ира, ты посмотри, какая благодарность сыпется в чате, я прям сижу, улыбаюсь, и мне это очень радостно, что вы прочувствовали нашу энергию, прочувствовали вот наш посыл, что мы хотим действительно сделать этот мир прекрасней, хотим, чтобы вы кайфовали, зарабатывали на своем деле и развивались, да, чтобы у вас вот этот вот день сурка, в котором очень многие живут, чтобы он просто исчез раз и навсегда, чтобы вы могли развиваться круглый год, делать свадьбы, делать Новый год, делать входные зоны в рестораны, я не знаю, участвовать в выставках, в съемках, но это такой огромный мир открывается для ЭВН-декораторов, для людей, которые умеют работать с пространством, вы себе просто не представляете, и вот эта вот возможность сделать объемную вещь, она, конечно же, вот меня и заставляет, лично меня заставляет вот развиваться теми семимильными шагами, которыми я развиваюсь, фестивали, конкурсы, показы, мне ничего не страшно уже, да, потому что я знаю свое дело, я знаю, как его сделать. да, да, это точно, тут, кстати, классный комментарий еще, Светлана написала, что многие боятся, флористы, декораторы, всяких расчетов и таблиц, а у нас в курсе, шаблоны все даны, туда нужно просто циферки вбивать, все очень удобно, я думаю, блин, такая простая вещь, для нас уже такая обыденность, а мы об этом не сказали, да, ребят, на самом деле, если вы вдруг боитесь всяких таких моментов, не бойтесь, у нас как раз в этом плане мы все постарались сделать, чтобы было удобно, мы знаем, как флористы, не только как создавать красоту, но и создавать такое удобство для своих клиентов, чтобы им было приятно, не знаю, проходить курс, смотреть на наши композиции, взаимодействовать с нами, да, поэтому это тоже такой важный пункт, я надеюсь, вам будет очень приятно проходить этот курс, честно. Друзья, спасибо вам большое за ваше внимание, извиняемся немножечко за задержку, но мы не могли остановиться, мы не могли остановиться, потому что информации очень много, хотелось ее прямо вот донести, раскрыть ее, думаю, что нам это сегодня с Ирой удалось. Ира, я тебя благодарю за эту встречу, за этот инсайт, который у меня случился в начале нашей сегодняшней встречи, и у меня появилась новая цель поработать в кино и создать для международных, я не знаю какой, картины, которые возьмет Оскар, и взять Оскар. А есть Оскар на флорист? Ну, за сэддизайн, за художественное оформление есть Оскар, и вот, например, смотри, вот сейчас в Великобритании снимают сериал по Гарри Поттеру. Так. А почему бы не поучаствовать в съемках этого сериала, как флористы? Они же там все время у них какие-то праздники, вот это вот все же для сцен оформляется. Классно? Классно. Классно. Спасибо всем большое. Спасибо.